ты делаешь отмах ноги у тебя в тепле ты делаешь обороты так по холоду по холд раз и обратно так в тепло наверное первый раз скажу это не об этом вообще не разговаривал во первых не мама сказала приземлись бронзу золото мне хотелось что-то новое попал все только не гимнастик она мне показала как надо работать я такой человек был в спорте мне иногда было лень тут уже как бы я сама начала понимать что я могу а чё в китае дело про светятки вообще забыла мы смеялись настолько что у меня что у меня отказали ноги на него время на я возвращаюсь награду господь я вот так щипала я грудь я сплю может что я здесь какая премьера почему-то решила что мне лично тренер не нужен что и все умею был спортивный интерес дойду ли я на токио всем привет с вами разговоры о гимнастике и сегодня у нас в гостях четырехкратный призер олимпийских игр двукратная чемпионка мира трехкратная чемпионка европы мария пасека привет маршруйте здравствуй да ладно давай начнем с тобой так ты расскажешь кто тебя привел в гимнастику как ты вообще начала заниматься и почему именно гимнастика но у меня в гимнастику никто не приводил я сама захотела есть заниматься до была такая история мы не помню какой-то год был мы отдыхали с мамой в анапе и там такой аттракцион был батут еще старый сетки как у нас в залах там тебя привязывают к нет 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 обычной сетки как вот у нас в зале спортивной гимнастики вот и сверху получать так сетка чтобы с батута ребенок не вылетел и на тот момент я уже прыгала смотрим сальто переворачиваться я хотя этого не помню не мама рассказывала вот и мужчина который раздавал свой батут в аренду он у мамы спросил горит а ваша дочка чем-нибудь занимается мама говорит нет но вот просто любит прыгать на батуте я сама что-то там переворачиваться курок вперед даже сама делала и мужчина говорит я вам советую отдать ее ну не не в спортивной гимнастике а просто в любой вид спорта просто девочка очень активная но возможно талантливая мама не хотела потому что мама занималась спортивной гимнастикой у меня но она недолго наверно год-полтора она вроде рассказывала и она ушла на просто обиделась на тренера все три скашна толстая вот ну и как бы мама знает то что нам могут быть травмы она не хотела для меня там скажем такой жизни вот но был репортаж по телевизору когда еще был старый зал динамо где футбольное поле как раз здесь недалеко и я увидел в этом репортаже девочка на батуте прыгала и я маме там дома закатила истерику сказал я хочу в этот зал я хочу на этот именно батут вот они на какой другой именно на этот батут на общем долго снова спорили в итоге я выиграла и меня мама привела вот первым окопаты динамо было меня кстати тоже батут затянул гимнастику дайте так батут тянет я до сих пор не понимаю но всем нравится прыгать наверное но во сколько лет ты начала заниматься привели меня в шесть лет к тренеру эдуард леонидович был это самому первый тренер и все сказали что это очень поздно ты в динамо начала заниматься гимнастикой но потом потом я ушла до в олимпийский на там дальше сейчас расскажу а в интернете информация такая что ты свою первую медаль завоевала в 2008 году великобритании но и что этот турнир был я сейчас так не вспомню это нас приглашали над не совсем первыми далее можно считать первую медалью к родным до международный там просто проводился турнирами но как клубы приезжали из разных стран я так не вспомню и да вот я даже на самом деле не помню какое там место было на коме месте стояла но я прекрасно помню что это был большой ангар но где самолеты стоят представляет ангар большой там все продували маленькие такие бегать и вы маленькие бегать да 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 и что самое игру было странное что-то когда заходил на снаряд в брусья ты делаешь отмах ноги у тебя в тепле ты делаешь обороты так по холоду по холод раз и обратно так в тепло вот конечно трэш какие воспоминания язык из детства и после этого турнира ты покинула гимнастику да я уже забросила с чем связано было по семейным обстоятельствам но не совсем так наверное первый раз скажут я не об этом вообще не разговаривала я тренировалась один рашид на этого тренера ли мустафин и я перешла как раз вот из динамо вот вот этот турнир уже был это когда я ушла из динамо я ушла где не рашидовне олимпийский красмот мы поехали первым турнир международный и получилось так то что посоветовали одного психолога нам в команду а есть такие моменты у нас есть такие психологи которым самим нужен психолог не особо как бы хороший да и она настолько залезла именно мне в голову что мама пошла последняя капли это как раз или второй раз или первый раз я поехала спортбазу зерокруглая когда еще там была старая гостиница по моему двухэтажных совсем старенькая вот мы жили там и я звоню маме в то ли пол одиннадцатого ночи то ли в десять вечера говорю мам ты меня не будешь ругать а мы по моему должны были в брянск ехать я говорю не будешь меня ругать если я займу там второе или третье место и даже не понимаю зачем я это спрашиваю ну как бы и мама моя говорит аня там а это как раз от психолога не было я груда не все моя мама собрала с отчимом вещи сели в машину приехали в начале двенадцатого на спортбазу сказали они чтобы он больше камень не подходила меня забрали но и я на этом фоне то что можно так сказать испортили мне голову немножечко у меня отбило желание не хотела вообще не хотел появляться в гимнастике мне мне хотелось что то новое попробовать что-то ну вот только кого в общем все только не гимнастика вот так вот и я ушла тренироваться акробатика на дорожку нас на станцию метро тульская к раисе николаевне до сих пор помню как завод представляешь и тренер очень хороший был я пробыла там около наверное месяца и раис максимизм знает моей маме чтобы вам приехал с ней поговорить и раис никона горит а не ты понимаешь горит ей не нужно не нужно акробатика ей нужно в гимнастику она очень талантливая но у нее именно ее к летам она горит ее карьера но в гимнастике не здесь это не то она горит акробатика у него хорошо пашка до пришла на просмотр у них мягкая дорожка я как бы напряглась как на нашей дорожке вместо там двушки углом тройное случайно сделала потому что там она конечно выстреливает наверх вот и мама послушала и тут я как раз попала уже в цска к ольге дуарда мне там тоже недолго я протренировалась потому что одна мама девочки как таскать палки в колеса вставляла она она говорила тренеру куда маша посека поедет понятно не тренера она вот говорила но в итоге моя мама тоже от этого устала и она сказала выбирай или учеба но или если хочешь остаться в гимнастике то надо переходить к ульянкиной марине геннаде на регионе тогда была очень жесткая женщина она сейчас остается на подобреет да она сейчас прям ромашка она кстати смотрела выпуски нашим и сочи сейчас когда было на горит да я с имена включила прям стою глаза очень классно вот надо посмотреть когда-нибудь горит я тоже к вам приду позови но много просматривать но сейчас не время горит еще надо ей чуть попозже ну да я через страх свой и риск согласилась пойти к марине геннаде было очень страшно но я не пожалела что это не пришло все сложилось как и должна была сложить надо слушаю вообще странно что ты из одной школы другую ушла пришла как-то это во сколько это лет 14 происходило из динамо я ушла да где-то в 12 вот как раз с дина рашидовна я начала учить но ты поймешь что это поздно и в 12 лет научи только стал учить ткачева вообще ничего не умела но как бы вот дина рашидовна спасибо ей большое камалова по моему она мне показала как надо работать правильно где нужно потерпеть где можно чуть-чуть склонить вот в 12 лет ты говоришь я но у девочки у мальчиков немного по-разному учиться элементы допустим 12 лет я совсем даже не думал еще откачу я и ткачев это такой элемент который мне прям очень сложно дался я не знаю мне кажется года 45 учил его я не мог руки отпустить но точнее приходил на одну тренировку отпускал руки на вторую тренирую не могу у меня так смотрела вам было с перелетом все-таки ты решила вернуться в гимнастику и начала заниматься в клубе цска до первые успехи пришли в 2010 году в 15 лет ты выигрываешь на первенстве россии золото командное многоборье опорный прыжок и брусья ты все выиграла что кроме бревна представляешь сама в шоке я говорю да и раньше многоборье делала и отбираешься в команду после этого на чемпионат европы 14 15 лет это тяжело на самом деле было да потому что как раз я уже с марин геннадий попала в сборную молодежно там был олег васильевич остапенко напомню что такого он тренера да он очень хороший тренер и получалось так то что марин геннадий не могла находиться и в основном составе и в молодежном потому что у нее в основном составе было виолетта маликова настя новикова катя курбатова но сам топ девочки а я еще новенькая ну-ка вот и олег васильев сказал там марин оставляю я ее возьму под свое крыло и вот вместе с марин геннадьевны и олег васильевич вот но пошли такие какие-то успехи пришли олег васильевич я очень благодарна очень жалко что он уже не с нами потому что он заболел и два или три года назад ушел из жизни вот и вот наверное благодаря ему что он видел что я могу но я такой человек был в спорте мне иногда была лень я не хотела те чувства то что я чуть-чуть устала значит мне нужно отдохнуть это я так думаю и значит дальше еще вот я больше смогу сделать самом деле нет у меня постоянно заставлял направлял меня его даже наверное такой опыт с ним в дальнейшем не помогал потому что некоторые какие-то фразы до которые от него помню я их запоминала и когда мне было тяжело я вспоминала что он мне говорил его дальше шла там тренировалась даже через слезы когда совсем было тяжело когда вообще но не хотелось вообще ничего делать но это какие-то там день не хотелось или прям моментами долгие какие-то моменты допустим там две недели месяц ничего не хотелось но на самом деле на одной тренировке же ничего страшного если нет знаешь бывает такие не поделать две недели вот просто ничего не получается как бы ты не пытался почему-то все идет не так как ты хочешь вот но понимаешь наверное вот и это очень сложно было и вот он он даже я помню и на в зале он очень сильно на меня ругался но он никогда не поднимал руку там не мог там знаешь ударить но нет он всегда только кричал и помню когда его очень сильно разозлила потому что я уже вот как раз вот этот момент уж ничего не получается и не хочу даже ничего делать по что оно не получается я про меня смотрю и он право в кармане вот так спортивных штанов это кулак сжал прям сильно и я прям понимаю то что ну вот сейчас надо сейчас точно собраться но потому что может беда какая-то будет на испугалась вот и ну что не в кармане лежало что-то он не хотел чтобы выронил я увидела что я его прям очень сильно разозлила и как раз вот когда я съездила на европу вот его поддержка даже вот когда не получается ну ты представляешь я дал как бы несет за меня ответ спешим оригинально как бы с основным составом на и ты выступаешь на первенстве европы да да вот как раз на пересет 1 мая европа была вот он со мной да как бы взял меня под свои крыла маргинально с основным составом как раз девочками и он за мной очень сильно приглядывал ругался больше чем вот на других девочек у меня иногда знаешь это обижал я же не понимала почему на меня ругается понимаешь почему ну конечно потому что он видел то что я могу очень достичь допустим большего чем вот эти девочки да мы к сожалению мы это понимаем все же поздно да когда уже это пройдет и когда вот я выиграла европу вот крыльгал мы путем команды были первые и прыжок я по-моему 2 было потому что первая как раз была мы познакомились и очень долго кстати общались с итальянской спортсменкой эрика фасанна она была да вот сборная как раз на моего года рождения мы даже настолько начали дружить что там вконтакте знаешь статусы типа сестры а там добра очень классно было вот и тут уже как бы я сама начала понимать что я могу результат есть да есть я могу я прям стал очень сильно коллег васильчик прислушиваться к марине геннадь мне там регион тоже мне постоянно маша я тебе сказала ты вот стоишь на мошку а скотине как это все сварить своей голове у вас проходил чемпионат европы в во франции насколько я помню в париже по-моему я не помню я правда в десятом году нет 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 монпелье это да 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 по-моему бирмингем у нас как раз был не как получилось мы в десятом году поехали на чемпионат европы меня еще думали тогда ставить в молодежный состав я уже точнее я проходил по возрасту мудрецов на меня перевели в основной состав уже тогда и это мы мы первый чемпионат европы был когда я уже с основным составом должен был ехать в итоге случился вулкан где-то еды точно не помню где он был в общем самолеты не летали в англию и мы не смогли туда поехали а у вас позже чемпионат европы был и вы как раз мы по моему поеда да 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 мы по-моему горы был вот да да нет то есть был в бирмингеме а у вас был во франции франции я точно не вспомнил какой город что не было представлена потому что я знаю рассказываю почему мы не поехали остальные все поехали потому что великобритания там визы какие у нас британские визу а у вас шенген то есть вы по всей европе могли и мы не могли через через европу приехать в англию нас чисто только прямая была поэтому у нас не получилось долететь закрыли сказали сидите дома при том что мы сидели вот так вот летим но день вылета таки мы же на базе там оставались таки дом так завтра летим нам говорят нет не летим еще сидим день еще сидим день зима ужасно и так вот мы до самого начала соревнований на базе там сидели тренировались в итоге поэтому сам обидно никогда не поехали прям я очень расстроился тогда ну да это мои первые взрослые соревнования могли бы не поехал и не поехал да при том что там команда сильная была я думаю что все шансы выиграть были 2011 год предолимпийский и это случается травма какая-то и ты приходится делать операцию было я помню как это было с одной пяткой со второй не помню это было после лондона или до лондона получилась такая ситуация что у меня очень сильно болели пятки особенно когда работала на бревне бывало такое когда делаешь сальто вперед можешь попасть стопой вот ребро бревна и ты пятка вот так можешь попасть и очень больно очень больно вот и через какое-то время очень сильно начинала болеть по моему это было левая пятка до левая вот и мы поехали к доктору вам помню у него фамилия балберкин была как балберкин вот хорошо фамилии запоминаешь разный но кто мне прям помог вот моей жизни да я никогда не забываю таких людей я стоял я стараюсь по возможности пусть там через долгое количество времени я всегда отблагодарю я не знаю просто но если бы не их помощь но возможно того чего сейчас я и но именно паспорт умеет там какие-то далее да свои возможно их бы не было то что смене смогли вылечить да как бы ну вот и мы к нему приезжаем он не делает снимок и как раз где-то я в интервью говорила теперь я понимаю что такое сердце уходит в пятки вот такая фраза есть у меня да у меня получилось на снимке что у меня киста в пятке и она прям форме сердца киста знаешь как получилось в общем пяточная как кость идет до и получилось так что как киста там как дырка но там нету основания кости и он сказал если бы мы раньше бы не приехали до моя бы пятка знаешь как ну так как раздробилась но пустой вот как пустой и вот яйцо сквоз как скорлупа так сломалась и все бы и оля как там финито для комедия было бы вот и мы к нему приехали и он когда мне делал операцию они ввели такой препарат называется кола кола пан по моему точно не помню но вот что-то такое вот он через время становится прям как кость как цементом грубо говоря залили цементом залили вот и сделал так у меня операцию и потом я просто вот про вторую пятку честно врать не буду но по-моему это было может быть и правда перед лондоном были соревнования в пензе в бортасах первенство тогда соревнования только там и были мне кажется ну да но кстати я в этом зале вот в бортасах как раз этот красный зал как мы его называем лишь красный ковер был янцем фриде сам гряза вот и мы в общем идем на воле помог был заключительный снаряд я разминаю вольный и марина геннадина прошла меня очень сильно болело уже правой пяткой я буду прям до слез я уже терпеть не могла и марин генн встаньте но просто подкиньте меня до посильнее она больных уже как бы на оценку буду сама делали и получается так то что на фляге очень курбет получать так далеко ставлю и я прям чувствую как у меня в пятке что-то так щелкает и отлетает да и слава бог что я не сильно много весело то марин марин геннадина кое-как меня перевернула слава богу поставила на ноги и все и мы приезжаем в москву опять нашу это 2 уже да это уже 2 приезжаем опять гвал беркин он смеется говорит я рад тебя очень видеть он так он любил но давай не так часто приезжай но вода он очень любил пошутить и в общем мы смотрим снимки у меня получается 4 осколка в пятке 4 осколок был самый такой тонкий и он сказал то что слава богу ты что ты не пыталась встать на пятку потому что этот осколок мог порезать ахилл ну да там вообще какая-то жесть у меня была вот пятками ну да это вот самая такая мучительная был и все я ложись на операцию и получил так то что я почему-то раньше стала выходить из наркоза от не знаю как это время операции но я не чувствовала пятку и там такая ситуация была что вы общаться так на столе лежу все вот этих в трубках и здесь как у них ширма идет до когда они оперируют чтобы мы не видели да и тут я вот так прям помню этот момент я принимаю голову а он знал то что я на то время я очень любила сладко я про не могла без него жить для меня сладко шоколадку но не совсем я вот так голову поднимал горит машенька рано горит шоколадка потом горит мы засыпаем еще горит тут чуть-чуть осталось вот такой на дядечка был я там раз да и там же телевизор был я прям увидела вот эту картину как там вот не знаю как ковыряют и я мне так плохо стало я в общем обратно лучше бы не просто не все и вот он так вот мне помог своими пятками и вот ну да и по моему как раз вот на олимпиаду и поехала после операции ты перестала бревно прыгать делать да потому что марина не часто вот переживать то что не дай бог опять но травмируется но при этом ты прыгала прыжок но смотри по прыжку немного все чуть-чуть проще там опять же толкаться не особо нужно там нету именно вот как на брене то что я сейчас я до этого говорил вот эти ребра жесткие там все мягенько мостик мягкий дорожка мягкое приземление но для спинки жестковато для 5 хорошо мать но не было таких проблем я пыталась делать но ты чувствовал какие-то болевые ощущения живет наверняка нет нет вообще очень он очень все классно мне настолько сделал что я вообще на самом деле про свои пятки вообще забыла вообще что и про бревну ну да и бревну нет я там пробовала залезала на него пытались что-то делать марина геннадина но я понимала то что на боязнь была какая-то потому что ты поняла что как вообще у тебя с ним ну как со снарядом было нормально у тебя получалось там милей но сложности были в детстве я очень сильно боялась мне даже когда давали задание если я видел что марина на меня не смотрит она говорит и сделай куда я вообще все сделала просто все делали мне кажется она как хорошо игру очень хорошо вот а так но когда стала чуть-чуть старше как раз молодежном составе как раз вот до чемпионата россии когда многоборья я кстати не знаю почему бревно там не делала не вспомню но помню что на тот момент у меня прям хорошо так бревно я бы даже перестала бояться и мне так комфортно было и потом вот как раз я легла на операцию пяток и наверное да может быть какой-то страны даже знаешь как наверное в то время я не особо это понимала больше страху тренера был о марине геннадиной чтобы я дошла до олимпиады но потому что да столько лет от тренироваться не попасть но не очень лучше такое себе да лучше подождать сейчас данная к олимпиаде готовила прыжок вольные упражнения и брусья ну потому что всякое бывает в команде не было когда кто-то травмируется слушай но ты в этом году в одиннадцатом там предолимпийский чемпионат мира был и ты не попала к нему на него не попала и написано что за три дня до выезда ты как раз получил травму наверняка это было мало а ты ногу сломал зачем даже не знаю думал обстояло почему ногу сломать да не поеду на нет получилась такая ситуация что мы на второй тренировке к но каждый день на второй тренировке насчал идут специалисты это хореография хореография на бревне айх играет акробатика на дорожке да иногда тракт прыгает а вот эти 30 минут у нас по команду мы разбиваемся и мне очень болела нога и маринган давай горит на дорожке не будем прыгать пойдем на фаст трак на мягкую дорожку там играет поделаешь акробатика бы хорошо давайте и я всегда разминала перед двумя с половинами но в переход я всегда делал два винта и сальт назад ну такая разминка и получается такая ситуация что я делаю интересную разминка два винта я вот так любила мне нравилось вот и получается что я на траке разминают два винта и вот так иду на приземление и помним левая нога не помню уже и меня левая нога подворачивается и я делаю сальто назад подвернутой ноги я не люблю такие истории слушать я просто прекрасно понимаю что это такое для меня это прям я когда занимался тоже кстати не могла эти истории слушать я и даже видео смотреть и ну смотри прикольно плохо представление идет я тогда я знаю я понимаю чем ты б на вода я получается с подвернутой ноги делу сальто назад и понимает а у нас как раз тот момент на этот сбор приехали новые девочки совсем я я не знаю как я так в голове сообразила я чтобы не кричать навязал по что было просто невероятно больно я не могу перед я просто разворачиваюсь мать и начинаю орать мат еще других успел я не знаю как так получилось и марин геннадий сидит расслаблены на скамеечке горит отчет и горит лежишь я говорю мне кажется на марин геннадий расстроилась мне пару ласково сказал мы пошли в доктор он до поехали сделали снимок и вот у меня была сломана нога не еще был один себе от мира когда у меня спину защемило я поехал на и не выступала на таких два вот тебя дмитрий какой год был вот я кстати уже сейчас не спорю нас ты еще когда имен выступал шами на этом мире выступал имен был в одиннадцатом в одиннадцатый не ездила он был в тринадцатом тринадцатом в антверпене вот наверное тогда возможно не буду врать уж не помню и вот тогда полчаса как раз готовились у нас был была тренировка под соревнованием 20 минут каждая снаряд мы что делали уже не помню вот и все мы заключили снаряд прошли это брусья и у нас при входе в зал специально такое место где у нас все рюкзаки и стоят но вещи наши спортивные я получается наклоняюсь а рядом перед выходом как раз доктор перед точнее входном зал стоит доктор наш вадим александрович просто обожаю его вот и я ему там рассказываю представляете я сделала брусь просто для меня брусья очень тяжелый снаряд был мне очень тяжело не было я не представляете и так вот сумочку свою с накладками ставлю и все и не могу подняться он говорит ну говорит ты же посека говорит пошли и я вот так вот из зала к доктору но все думали то что я не хочу выступать многие говорили что я притворяю что у меня болит спина у меня был такой момент номере а как приехать на чемпионат мира и и я не хочу выступать в чем логика я вот не понимал это логика не могу объяснить да ему как раз стане набиевой жили в номере как раз плану то не тогда и чемпионка мира по моему стало не помню нет раньше она стала раньше рано раньше в десятом у нас да и вот мы стане в общем жили в номере и получишь так что-то у нас машинка ворот попал мы очень сильно смеялись мы смеялись настолько конечно смешно вот это рассказывает мы смеялись настолько что у меня что у меня отказали ноги представляешь в общем но там как мне сказал доктор там переживали сосудов мышца и как бы это когда у тебя спина болела когда не выступала на мир ну а то не уже знать и не смеешься в номере лежишь над всеми да я приехал посмеяться до 2 и это не меня смешно от ваших выступлений нет ни на самом деле был очень грустно то не не решил настроение поднять но потом он у меня поднимала с пола на кровать массаж сделала такой она уже знала не поздавна были проблемы тоже стены антам массаж сделала как доктор раз два все и на ножки встала спина сама болела я готова выступать потому что я даже одевала пояс вот этот там жесткий на спине как пластинки но это мне тоже не помог и я прекрасно выступала но в итоге двенадцатый год олимпийский ты начала подготовку свою то есть ты как будто самого начала да там чемпионат москвы прошла потом чемпионат россии постепенно начала набирать форму и отобралась команда но это был очень на самом деле тяжелый отбор опять же у нас прям не могли решить кто поедет таня набива или я нас вот ставы две подруги да но слушай я вот допустим я не буду горит за других девочек да но скажу за себя я никогда не совмещаю когда мы в зале и когда мы в зала но для меня это очень странно когда знаешь ты выходишь в жизнь там грубо говоря пойти кофе даст подруга попить и вот сидеть это за она тогда да нет но это зал это он когда он когда-нибудь он закончил что всю жизнь и будешь припоминать но это же я считаю это неправильно это глупо но как есть зал и есть обычная жизнь конечно вода и это было очень сложно нас долго не могли выбрать кто поедет на это так я помню где-то я могу ошибаться но я помню так там все-таки все равно это такие были смутные ощущения и вообще по памяти потому что очень много всего происходило плохого пусть каждый тренер хотел засунуть своего ребенка но вот это вот знаешь и я обычно в такие моменты меня иногда ругали то что я все ко всему так вот отношусь а я считаю что я делал правильно потому что представляешь если я и так переживаю попаду я на олимпиаду не попаду плюс проблемы с весом как раз такой возраст когда мы из девочек девушек превращаемся дата ты пухнешь просто от воздуха знаешь ты ничего не ешь это просто пухнешь вот если я как раз лет шестнадцать ну вот да 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 и если бы я вообще это все принимал вот так все это бы обдул мне кажется с ума сошла вообще никуда не попал и мне как бы но я вот так но это их там проблема что они хотят делать что как бы моя задача что прийти в зал хорошо тренироваться показать хороший результат все уйти что там дальше меня вообще не касается я вообще в этом думаю даже не хочу вот но в итоге не могли выбрать ему уехали в буртацию по моему на четыре дня не кстати не помню мальчики ездили там как прикидка было там какие-то тип соревнований у меня там прям сделали контрольную тренировку я просто не помню были мальчики или нет вот что-то не помню чтобы мы ездили наверно мы как раз да видимо мы только поехали и в общем буртас но как ты сказал только там во время ну и вот а у вас стане одинаковые прыжки были там же из-за прыжка наверно выбирали нет они по-моему два винта прыгала а я два с половиной по моему то не напиши в комментариях я не просто на чемпионате мира в десятом году я помню что он вас поле они прыгали они с ольей как раз прыгали потом по моему она перестала прыгать непонятно возможно да вот но не буду врать на по моему два винта на как раз в пензе прыгал да и собак 180 у нее такая же была вот а у меня был до спины собак 180 и как мне рассказывали когда было собрание опять же меня не было на этом собрании я говорю то что сказали мне когда рассказывали скале тренер вики комов геннадий борисович что говорит но если вы хотите чтобы команда была там призерну признак да то нужно по секу брать там а если вы хотите там ну дальше я не помню там ты дуду туту почему-то я минут эту фразу заболу на то что мы сказали везем приятно стало и конечно же запомнила или там чего-то вы хотите то так и так и так но и настроит я помню то не очень расстроилась прям но ее поставили в запасные и я настолько добрая была вот тогда очень добра такая то не может за меня съездишь не совсем так не так добрый жалко было честно мне прям хотя я знаешь я бы очень добрая на при этом я боялась таких моментах подходить к людям я же не знаю как они отреагируют они по-разному да и мне так хотелось все подойти там обнять а потом думаешься потом еще голову свернет у нас никита два раза не попадал на олимпиаду игнать всегда запасной был мил кстати вот это жалко было я прям вообще не даже не представляю чем чувствовал я знаю что он делал в эти моменты но это ужас да это такой особо тоже не подойдешь к нему как-то поддержать а как ты хочешь но боишься да там тоже не знаешь как вот да и были так вот мы уехали на олимпиаду а на олимпиаду когда я вышла на помост я вот там не ксюша афанасьева вообще в чувство приводила движешь первая олимпиада как раз представляю и получается штору так открывается и не помню там сколько зрительным там количество напомню что знаешь как как у меня в голове такого в фильме в замедленном так просто смотрю этот помочь меня так начинается подниматься глаза вверх 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 и у меня просто начинает неметь все тело и я про это вы на соревнования уже выходит да это квалификация команды было и если же белый какой-то этот ковер и как эти стены не не знаю и на у меня у ксюша фанась моргает маша себя приходит а я подошь я вот кому-то сквозь нее смотря нами там короче по щекам маша давай мы здесь меня вот так вот все трясет вообще до первый раз и ты не знаю рассказывал я тут это уже или где-то в других местах рассказывал первый выход у меня тоже самое было я выхожу смотрю в зал лондон у нас первая олимпиада я выхожу смотрю зал столько людей а мы начинаем еще с перекладины такой снаряд который я не особо люблю и я первый выхожу из команды у меня несложная комбинация но все равно я страшно я начинаю делать комбинацию и как будто мне казалось что я со стороны просто на себя смотрю как я делаю я даже не понимал что я делаю я такой хоп спрыгнул всю комбинацию посмотрел свою спрыгнул это классно и все и потом как-то зарядился этими такую на таком воодушевление далее да это очень заряжает когда есть зрители особенно но ты помнишь на то что вот так вот ты не поговоришь надо подходить и просто орать в ухо чтобы тебя услышали вот это да не на всех олимпиадах в токио можно было шепотом разговаривать но но в токио на самом деле от меня не раз спрашивали что я думаю по этому поводу для но вот для девочек вот как ладу разу ли снова мне немного за них обидно в том плане что они как раз не прочувствуются не прочувствовали мы в рио мне кажется даже не так было как в лондоне в лондоне прям в лондоне зал больше был и людей больше было до рио уже знаешь я когда приехал в рио я говорю о как говорю в казани практически но что может быть это эмоции потому что было уже на олимпиаде для тебя знакомо это может но я помню в рио не сильно прям большой залпу но рио мне больше понравилось нет рио в результат хотя бы нам тоже это свои остались мы съездили посмотрели на себя показали немного но медали нам не дали за это ну и как вы проходите командный финал но вы проходите квалификацию сначала как ты выступил в квалификации я знаешь ну вроде бы неплохо на раз финал попала на как помню но я помню что периода как раз финалом команды у меня произошел заскок я не могла прыгнуть два спорта винта на прыжке просто и дурандат фляк вот так вот запрыгиваю все даже бланч много перенос представляешь это наверное за всю мою корей карьеру вот я такой клинс ловила не заговор по-другому это просто название просто это ужас был евгений только сколько такая штука что ты когда исполняешь элемент ты не можешь его исполнить может другой что-то сделать там не знаете тебе нужно без поворота прыгнуть и наоборот спорта нужно поворачиваться ты не можешь повернуться вода я не понимала что мне и я начинаю сама себя до эмоционально начинаю перед но как переживаю это давит сильно когда вот эти какой-то загон идет в голове себя начинаешь и вот спасибо евгений тольщу он ко мне подошел на поговорил со мной даже на самом деле опять же не помню что он говорил потому что я в тумане вот это олимпиады лондон я как я не верила вообще что я там потому что я в детстве вот кстати сейчас чуть-чуть вернемся обратно я помню про их проходил вот как раз еще в динамо когда тренировалась кубок воронина был и приезжала вика комова я на нее сюда так смотрел на графику кому я тоже хочу быть сборный я хочу вот вообще на олимпийской не ну как она старше на полгода как в одногодке она как бы в январе она ближе нас четвертому в общем да и я помню знаешь как вот мы сидели там вот это яма мы смотрели на девочек как раз ильяма станабиева таня выступала все сборницы я так сняка я тоже хочу спорную игру хочу на олимпиады девочки в яме сидели маш почему ты вообще говоришь и многие тренеры так говорили а когда вот да вот прошла вот две олимпиады там еще мир и европа выиграл очень смешно смотреть на людей особенно от которых ты в лицо слышу то что есть я вообще никогда ничего не получится не мы так рады что я провод всегда все всегда болели ну я думаю ладно главное чтобы тебе нравилось что ты говоришь что мы хорошо и дальше про финал да это ушла и забыла не про финал про то что у тебя был заскок но евгений анатольевич что-то сказал и ты да он сказал мне там коротко скажу маша давай но ты сам понимаешь что мог сказать тренер вот постелили мне эту подушку такую большую чтобы просто как вот говорят ты должен просто кинуться и сделать элемент чтобы в себя прийти там через три-четыре подхода я сделала элемент а мне просто еще очень сильно нога болела как раз я же ломала перед олимпиады вот и получилась так когда я приехала после 5 для меня как с нога 05 было словно вот и в общем я с этой ногой кое-как мы этот заскок вылечили все мы вышли на командный финал прошли кстати очень хорошо я помню в командном финале я должна была делать брусья ну возможно да если у девочек будут плохие оценки он нет ты там так уже не сможешь делать там же заявляют сразу же три человека и они выходят в квалификации можно 4 выйти я должна была делать то что меня заявляли потому что я в лондоне даже где-то видео в интернете еще есть но может и квалификацию делал нет сушу здесь может быть я щас путаю не помню я просто помню что я в финале нельзя уже менять ты вы знаете три посоле она человек акция была возможно да почти я подошла брусья коснулась и к судьям повернулась и все а ну да почти финале от прыгал как раз прыжок и все до перепутала молодец я просто уже не помню на саду лазин так было доходил с квалификации к перекладине по моему просто руку поднял и ушел потому что мы втроем сделали да ну вот нет лондона в принципе очень хорошо мы прошли и особенно когда финал мы прыгали я перепутал не перекладину с прикладины начинали он на брусье так подошел а то мне потом скажут еще ты же с перекладины начало как-то на блязин подошел и как раз в день финала для меня тут день учи на самом деле он был и радостный и в тот день и еще в тот день я немного была обижена день финала она одна по нет на парном же парке команды финал знаешь я вот говорю именно вот эти вот первые там что опробование на помосте квалификации командный финал я их очень плохо помню потому что но все как в тумане было да это им но я почему-то не могла принять что я там я видимо настолько не верила в себя да что знаешь когда туда приехал я вот так щипала я говорю я сплю может что вообще просто я здесь господи какая принять вот и когда выходила на финал уже на прыжок на отдельных видах я прыгнула прыжок чуть-чуть заступила за линию но как чуть-чуть там хорошо я заступила но я устояла до собаку 180 очень хорошо я прыгнула выходила румынка и как раз была маруни американка который просто идеально 2 спорно прыгнула она же упала на втором ты стала вторая она с падением обыграла и знаешь ну вот я объясню почему я и я вот на этот момент я бизнес как так она упала а в то время когда вот как раз прошла олимпиада я звонил марингинане она мне объясняла нагреты понимаешь там база была вообще ну как бы она же прыгала собаки 360 а я собаке 180 да но она еще взяла тем то что но у нее правда два спина винта от прыжок амонар но она великолепна там придраться вокруг да я согласен на роль управляла но человек с падением не может обыгрывать человека без падения там не настолько большая разница в базе насколько разница в базе было десятых 46 а падение балл ну да но здесь я думаю уже знаешь как бы и сыграла имя маруни у нее было имя тогда уже не по мою фамилию слышно она макая имя и макайло по-моему макайло маруни она но не суть не суть не будем сюда разбирать вот но но на самом деле мы же говорим имя в целом как факт ну да не то что было лиле вы ли у нее вообще имя уже она есть у нее нет сам и вот что самое интересное даже так немного обиделась еще кстати было неприятно я к ней подошла это тоже в ю тубе есть подошла ее поздравить она даже вообще но чтоб ты понимал она вот так вот стояла даже не повернулась но мне кажется она она была расстроена тем что упала что она не выиграла наверно это когда они тем что она не хотела но это может не маясь это минус вот есть такие спортсмены которые слишком в себе уверены чересчур иногда это уверенность бывает вообще не нужно да ты можешь себя быть улей он как байл сейчас на чемпионате мира смотрел и не успевала но я я смотрела в соцсетях но она заняла второе место с падением на чемпионате мира где упала просто мне кажется невозможно прыжок два угла на а перекрутила до досада как вообще тебе два угла вот ты для себя как это представляешь могла бы ты я делала двушку назад только я не углом делала группированы но здесь видишь что может ее спасать она очень маленького роста но при этом ну ты представляешь ей тянуться не надо так сильно вот свои ноги ты знаешь подтягиваю там да как но все равно мне кажется когда спортсмен там не ростом там метр шестьдесят четыре как я да а у нее но я стояла рядом но я думаю не где-то метр ну может пятьдесят пять метров десять пониже ну да и с тем учетом что у нее посмотри какие мышцы но они и в принципе пред предрасположенность к ним мышцам да и но она мощная да и мне кажется с такой физикой с таким ростом но как бы с таким талантом не простой британец у него рост метров восемьдесят наверно могу ошибаться но достаточно высокий он тоже с фляка два угла прыгал и достаточно неплохо тогда не знаю когда ничего не совсем наверное дело в росте может быть но я поражаюсь я не знаю как она это делать потому что когда я пробовала двушку углом с фляка но мне было тяжело успеть подтянуть к себе ноги до чтобы сделать хорошую группировку что 100 процентов тяжело было когда перевернуть перевернуть себя еще новых не знаю как она это делать честно не знаю дано 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 конечно тут мне перед финалом ты понимала что ты можешь бороться за золото или ты хотела в призах быть я когда-то какие вообще знаешь я когда вообще приехала на олимпиаду в лондон у меня была главная цель с одной стороны это я считаю на данный момент я считаю что это была такая ошибка ошибочная цель в первую очередь я должна была доказывать себе что я могу а на тот момент на первой олимпиаде я хотела доказать всем тренерам которые в меня не вообще не верили которые не хотели меня на олимпиаду брать но я не я не беру личного тренера ну понятно да вдруг они неправильно поймут вот и вот там меня была цель показать вам то что я могу вам нужно на меня смотреть потому что я могу вам помогать да там в команде вот не знаю такая у меня цель была зачем такой этот в команде создавать чтобы спортсмен думал не о том как выступить о том что доказать кому-то мне кажется не совсем правильно ну да я считаю то что вообще во первых это вообще это не только же в спортивной гимнастике это во всех видах спортов такая ситуация но у нас нет такого вы мальчики но да а у нас больше девочек а девочки иногда любят подплетничать или еще что-нибудь поделать вот и вот не знаю такая цель была и я ее когда выполнила и тому же я себе как-то я переключилась и себя начала доказывать то что но я хочу выиграть европу я хотела стать чемпионкой мира с европы это вообще анекдот был другом не назовешь в пятнадцатом году да а что ты чувствовала после олимпийских игр вот когда приехал за первых до подъем какой-то у тебя был или ты такая у меня все есть я пошла это называется звездная болезнь я тоже поболела чуть-чуть я почему причем знаешь она приходит так ты ее вообще не замечаешь я вас почему-то решила что мне лично тренер не нужен что я все умею вот такой был момент у меня после олимпиады но что лишних чего что мне тренер лично не нужен а да вот я такая я же 5 3 было но мне очень нравится марина геннадина тем то что она знаешь она отпустил этот момент она как бы на эту так смотрела но потом припомнила тебе через не то что припомнила она знаешь дает возможность детям самим понять что они неправильно сказали или сделали да 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 нет она может иногда там когда понятно что тренер извините там я у него ни одна там 10 10 человек у нее все это копится она может потом там накричать но здесь получилось знаешь как вот мы как раз очень хорошо ну и на данный момент дружим вот с викой комовой мы приехали мы красу там разъеху сколько там три недели что ли мы дома были или месяц я уж не помню и я там ходила такая а потом знаешь я познакомилась такой компании ребят где во первых нем она сказала приземлись а то есть она даже заметил мама у меня да она мне всегда прям в лоб все говорит она говорит приземлись но значит мы иногда мам не слушаем это кому да конечно я раз мама сказала потом вика мне сделала замечание но тоже сейчас думаю что у нее звезды болит но это детство понимаешь еще не особо все взрослые были и я попадаю в такую компанию где знаешь вот это я серия олимпийская призерка это знаешь мне как-то мальчик один сказал он гре ты в спорте молодец горит но выходя это кстати запомнил а носу и я пересмотрела заправю взгляды на все , что и у меня происходило и они они говорят когда-то приходят жизнь некоторые люди не сидят за спортом и у нас многие в россии не следят за спортом только сейчас начинают только вот сейчас почему когда проблемы происходит и начинать едить его только сейчас начинает понимать что есть такие там виды спорта что спортивная гимнастика художеств это вообще отдельный но разные виды спорта если некоторые путали Частенько путали? Очень часто А, кстати, я у художниц спрашивала, а художницы наоборот Говорили нам то, что мы спортивные гимнастики Представляешь, как это? Я думал, в ту сторону перекос не идет Нет, они тоже нам рассказывали, что путают И он мне сказал, говорит, ты выходя в жизнь Многие не знают, кто ты, что ты Здесь получается, как таких два мира Спортивный мир и обычная жизнь И уходя, просто нужно всегда оставаться человеком И если ты сделаешь в жизни из себя что-то Не только будешь ходить, что я такая-то, такая А в жизни еще чего-то, еще можно добиться Тогда, говорит, ты можешь этим гордиться А то, что касаемо только спорта, ну, молодец Ты же для себя это делала, правильно? А не ходить потом всем рассказывать, кто ты такая А ты прям с ноги заходила, да? Ну не совсем так нагло, нет, нет, нет Встречайте, я тут Вы не ждали, а я пришла Не, ну не совсем так Что-то я даже не представляю тебя такой Я сама не представляю, я, слава богу, не помню такого Все это такая была ужасная Это недолго длилось, это длилось максимум месяц Если это длилось, ну, максимум года два Не, 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 это было месяц, да Я потом в себя пришла Ладно, после 12-го года ты продолжила заниматься Ну, ты месяц прям отдыхала? Или все равно вы тренировались? Даже сейчас вот, да, я могу устать И я все равно не могу долго находиться дома Ну не могу, мне нужно что-то делать Дома прыгай Ну нет, ну нет, сейчас как бы поняла, да, езжу А там, говорю, вот был момент в зал, все, начинаю в зал, быстрее бежать В тринадцатом году чемпионат Европы в Москве был Где у тебя была бронза на опорном прыжке? В Москве не было у меня бронза Я была на, у меня на брусьях была бронза Я прыжок завалила очень сильно Так я ничего не сказал про прыжок Я сказал, в Москве на чемпионате Европы у тебя была бронза Да, на брусьях, все верно, все правильно Бронза, золото, че Че, че А бронза чемпионата Европы на брусьях? Это как такое случилось? Ой, вообще получилось так, что Ты после Олимпиады решила переключиться на другой сниверситет? Нет, 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 нет Там очень такая веселая история получилась Я заболела У меня была температура 38, по-моему, 30 сантиметров Я уже не помню У меня, кстати, перед этим чемпионат Европы Я тоже заболел за неделю до старта А я прям вот Мы еще, по-моему, в гостинице «Космос» жили на ВДНХ Да, и получается так, что я просыпаюсь Я так себя плохо чувствую Мы еще проспали Это вообще ужас Да, и у нас есть такой утюжок Выпрямлять волосы Это, кстати, историк все мои друзья знают И, получается, я этот утюжок кладу на кровать Собираемся быстрее Еще же надо накрасить, надеть купальники, номера, прикрепить Вот эта суета начинается Но я забываю, что у меня этот утюжок лежит на кровати Я с чашкой кофе прям на этот утюжок и села Да А мне и так температура, у меня какой-то дурман в голове В общем, мы бежим Ты еще решила температуру поднять Да, чтобы наверняка Мы прибегаем в зал И мне было максимально некомфортно в купальнике Потому что у меня был ожог Да Вот И получается, что я в таком состоянии в размечном зале Не могу нормально размять опорный прыжок Как бы выхожу на помост с листа, можно так назвать Ну, вообще его не разминаю Угу, просто на помост Квалификация, да, была? Нет, все это финалы А, то есть в финал ты попала? Да, да, да Квалификацию я хорошо очень прошла Прям на одном дыхании У меня так легко было Я такая заряжена была А вот перед финалом я решила заболеть Ну, посложнее У меня вообще Я люблю сложности Ну, я так заметила Было бы прикольно, если бутылка шампанского Как бы вообще я прошла квалификацию спокойно В финал Вот такой трэш у меня случился Я прибегаю в зал Марина Геннадь была злая Она так на меня кричала, что я просто, как будто, знаешь, рот заклеили Я вот с такими глазами стояла на нее смотрела Я выхожу на помост Все, а Марина не знает, что у меня температура У меня что-то там случилось Она очень сильно меня в общем ругалась Она не знала, что у тебя температура, что ожог Ты вообще решил ничего, да, никак не информировать тренера? Потому что она судила и там то ли девочкам тренировки, что я не помню, но что-то произошла какая-то ситуация с другими девочками Она была очень злая Думаю, ладно Мы промолчим Ну и все, и выхожу я на опорный прыжок Прыгаю амонар Запрыгиваю его Ну получается, как мне оригинальный, говорит Прыжок сверху вниз Ну как мешок с картошкой вниз В общем я упала С другим с чем-то, по-моему, про мешок, когда говорят Нет, с картошкой Вот, и я понимаю то, что я уже лучше, ну ничего уже на прыжке не могу исправить Я очень сильно расстроилась Я на самом деле вообще хотел спуститься с помостом, а дальше не позориться Но я не могу так сделать И я иду готовиться ко второму прыжку и, так скажем Ну то есть на первом ты вот так прыгнул сверху вниз просто Ну да, и на попу, да? Ну как бы в стопор вот так попало, фляг и получится Заскочила наверх и в ней полетела Вот, и упала на прыжки Да, 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 да И, ну, уже все, захожу на второй прыжок В собаку 180 И так напрягаться уже не хотелось Ну потому что ты уже ничего не сделаешь Ну и тут я, в общем, плашмей тоже вниз Слава богу, ноги первые коснулись Потому что если сразу на четыре точки, то прыжок не считается А тут, как мне сказали, говорит У тебя первый большой палец коснулся, тебе засчитали Ну, стопа пошла первая На результат, я думаю, что не особо повлияло бы Ну, вообще не тянет, да, как бы можно забыть И Марин Геннайка мне подходит, говорит, если хочется остаться в сборной Говорит, исправляйтесь на брусьях А как ты финал на брусьях попала? Кто в команде был тогда? Кого ты выбила? Настя Гришина отказалась от брусьев Я, кстати, не помню, по какой причине она отказалась Ну, чтобы ты, наверное, в сборной осталась Какая молодец, спасибо, Настя И все, я выхожу Ну, я на самом деле Зная свою комбинацию на брусьях Потому что там была Девочка из Германии У нее очень хорошие брусья Ну, прям Она, грубо говоря Это заяц? Нет, не заяц Очень высокая Заяц Она, кстати, помню, выступала на этой Европе Вроде бы Другая у них Немка, да Высокая девочка Достаточная Там у нее чуть ли не под метр семьдесят рост Хорошенькая такая И вот у нее сильные брусья были Она то ли Я просто У меня такая привычка была Я никогда не смотрела Что, кто делает передо мной Не знаю Не любила ее Я всегда отворачивалась Возможно, она упала Ну, и происходит такая ситуация Я просто выхожу, знаешь, без всяких мыслей Я не хотела ни в тройку попасть Ну, как бы для меня была цель Просто сделать Сделать хорошо Вот как я тренировала Без всяких ошибок и так далее Вот Ну, я выхожу, да, там И я как помню Алья мне всегда кричала Чтобы у меня был передний соскок, двушка И чтобы вот так к жерде не подтянуться Да, чтобы лицом к жерде не ударить Мне всегда Алья кричала Плечи вниз Она как бы вытянется и плечами вниз И хорошо получается соскок И вот я прям слышу, как Алья кричит У нее аж срывается уже голос А она в финале участвовала? Она первая на брусьях, да И вот я соскакиваю, попадаю в доску Ну, и мы просто стоим Ну, я думаю, ну, четвертое, может, пятое Я почему, кстати, не думала, что могу восьмое Не знаю, вот четвертое, пятое у меня было в голове И мы стоим И рядом, получается, Евгений Анатольевич Он как раз, по-моему, уже старшим А, нет, еще не был старшим тренером нашим Стоит Евгений Анатольевич, наш доктор Вадим Александрович Алья и долго не выставляют оценку Очень долго уже зрители начинают хлопать Там, кричать, знаешь Там, Маша, Маша Очень, кстати, приятно было Прямо, почаще бы Столько было бы зрителей у нас Вот Почаще бы у нас соревнования проходили Да, и соревнования, да, все верно И долго не ставят, в общем, зал уже начинает Кричать, хлопать И просто выставляют оценку По-моему, 14,4, что ли Это очень хорошо И Алья меня обнимает Типа, говорит, ты третья И я вообще не понимаю, что происходит И я, когда пересматриваю это видео Там Евгений Анатольевич стоит Он как раз у нас специалист на брусьях был И он стоит, вот это вот его лицо Это просто, наверное, самое лучшее видео Мне выставляет оценку Он видит эту оценку И он вот так делает Потому что, ну, это невозможно Ну, ты не получала, да, столько никогда? Никогда Это один-единственный раз такое было И все, вот я стала призером на брусьях На чемпионате Европы И меня потом все говорили Ну, так шутили Говорят, призер Европа пришел на брусья Да, у нас тоже такое бывает Вот, да Я иногда сам говорю Когда на перекладину прихожу Я говорю, пустите чемпиона Европы на перекладину Хотя у меня с перекладиной прям вообще Но мне один раз повезло Ну вот, мне так же просто повезло Ну, только не до чемпионки Европы А до третьего места, я считаю Нормально Итак, дальше была универсиада Которая также в России у нас была В Казани проходила И ты заняла там третье место в опорном прыжке Кому ты там умудрилась проиграть? А я, кстати, знаю кому Афанасьеву и Ксюшу Да, Афанасьеву первое было Там на самом деле очень странно так посчитали Потому что мы Ну, достаточно вместе хорошо прыгнули Я, знаешь Ты универсиаду Я только помню По тому моменту Что я разговаривала с Марина Геннадьей Я говорю, почему так? Но мы хорошо вместе прыгнули Марина Геннадь, мне просто сказали Тебя не захотели ставить Но я не знаю, как это У меня просто Марина Геннадь Иногда, чтобы я ее не доставала Знаешь, она коротко мне ответит Ну, знаешь, ты стыжешь Ну, что вы сказали? Ну, не знаю Ну, я вот пересматривала видео Ну, мы хорошо вместе прыгнули Но я не могу сказать Что я прыгнула настолько плохо Чтобы стоять на третьем месте А второй кто был? Не помню Не помнишь? У нас такая же ситуация с Эмином была Я припоминаю ему иногда Но в качестве шутки Не то, что там Серьезно как-то Да, ты там На Эмин, ты такой плохой Ему тоже не должны были элемент считать на брусьях По идее А ему засчитали И я второй стал А он первый Вот как? Да Нечестно было Вот здесь Я очень расстроюсь Ну, думаю, еще Все впереди И, кстати, после таких моментов У меня появлялся Такой вот заряд То, что Я должна быть первой Вот я хочу стать чемпионкой Европы Чемпионкой мира Прям вот хочу У меня прям, знаешь Я уже бредила, мне кажется До 2013 года у тебя не было Ты не чемпионкой мира не была А не чемпионкой Европы еще Да? Идем дальше Значит Дальше все самое интересное Да Вот тут вообще начинается 13-14 год У тебя травмы, операции Ты не попадаешь Ни на какие соревнования У меня, кстати, травма У меня со спиной Я лежала в больнице У меня Ну, как грыжи были Мы в 100 лежали Мы лежали Я лежала Ну, там люди еще лежали Ну, да Как бы мы вместе Вот, да И у меня такой был момент То, что Вообще не могла выступать У меня потом Болели голеностопы Вот, поскольку Я очень часто Их могла подворачивать Мне хотели положить на операцию Чтобы подтянуть связки На голеностопах Потому что Мне объяснял доктор Что, когда мы ломаем ногу Связка Которая Ну, вот считай Здесь косточка Здесь так связка проходит Она начинает растягиваться С каждым разом Ну, как жевательная резинка Значит, ее тянешь-тянешь Она и тянет Я знаю У меня есть такая штука Я могу идти по улице И ногу вот так повернуть Я вот так же страдала Но в какой-то момент Я начала очень сильно Закачивать голеностопы Очень Прямо вот я говорю Я сидела дома В номере Там, я не знаю В кино могли сидеть И я постоянно Вот там То ли с резиной Еще вот Я постоянно закачивала Семеноги У меня даже мама Прикольно, что ты в кино С резиной ходила Такая пришла Сейчас, погодите У меня отсоса Ну, да Ну, а что делать И попкор Знаешь, что как было Я вот так же шла по улице Могла подвинуть ногу И могу сломать Зачем нет Мне даже мама Помню, покупала Кроссовки По-моему, Джордана Как раз только Повыше, чтобы Да, прям вот здесь Вот так вот косточку Держали И нога прям ровно стояла Как коньки, да? Вот, да Ну, понимаешь, за такого Я не могла бы Обычных кроссовках Пройти по улице Я могла бежать Бежать Подвернуть ногу Ну, да, у меня тоже так Вот это И такой Да, и потом все И хромаешь Она же быстро проходит Ну, вот ты подвернешь ее И там, не знаю Час-два пройдет И у тебя нормально все становится Нет? Ну, у меня Прямо, я не знаю Почему? У меня постоянно сразу все опухало Ну, вот такая вот Ты пила? А? Что? Ну, пила много Воды много Нет, даже ног подверну Ну, нога опухала сразу И мне долго они болели Ну, не знаю У меня очень ноги слабые были А еще мне говорили Это возможность из-за того То, что Из-за того, что ты прыгаешь постоянно? Нет, потому что Забыл-ка часть Голеностоп? Нет, не голеностоп Стопа Вот этот Как выемка у нас идет Да, на стопе Если у многих спортсменов Плоскостопие То у меня слишком высокий подъем И у меня в основном Опора была Вот, к мизинцу Поэтому, в принципе И тоже были Вот эти Подворачивали ноги Ничего себе Я теперь понял Свою причину Почему у меня все время У меня, знаешь, один раз Было на показательных В Бельгии Мы разминались Я сижу И так в это Бабочку сел Или не знаю Как вас называется Бабочка, да И так растягиваю Растягиваю Вот так вот И она у меня Хоп Вот так вот Подвернулась И назад на место Не встает Она у меня вот так вот Я такой взял ее Вытянул Вот так вот Обратно поставил Обратно поставил И все И не болело Вот у меня так же было Когда ног подворачивалась На мне в тот момент Так страшно было Я думаю, что сейчас Такую ногу я делать буду Ну да, были такие моменты Это страшно Это страшно Потом смешно Ну, в тот момент Да, стрёмно Ну и как 13-14 год Все в травмах Ты тренировалась хотя бы? Да, я на спидбазе была Ну тяжело было Как вообще Мотивация была Дальше там Продолжать Все равно Вот То, что О чем ты говорила Что ты хотела стать Чемпионкой мира Чемпионкой Европы И тебя держала Да Я прям хотела Я понимала Ну для себя Если я Ну не стану тем, кем я хочу Да Я просто буду себя потом У меня нет Такой черты Знаешь там Винить кого-то В своих ошибках Я постоянно виню себя Очень сильно Начинаю себя изнутри Прям там Гнобить Как это говорят Типа Кушать себя изнутри Ну прям все Начинаешь Вот С ума сходить И Как раз пришел Артем Игорьевич С новым специалистом На опорный прыжок С молодежным составом Его, кстати, перевели И Его не брали На некоторые соревнования Ну в принципе Он не брали Первое время На соревнования И он оставался со мной И вот Марина Геннадь Там говорила Артем Что ты То-то То-то Да Там задание давали А потом Как-то он тоже Мне стал мотивировать Потому что я увидела Что Он тоже видит Что я могу Да Просто Моего личности Она верила Она верила Всегда Она до сих пор Меня верит Даже Понимаешь Там Что я могу Большего добиться Да Но тут То, что Не я у нее Одна Да Много детей Тем более В сборной Там Опять же Горю Я была Маликова Ну много Детей было И Плюс дети Там в школе Да Ты же Тоже Не можешь Надолго Оставить И вот Артем Игорьевич Давай Маша Давай Мне иногда Надо Прям Это Знаешь Как подталкивать Маленького Ребеночка Вот Давай 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 И вот так потихоньку Я не оставалась без нагрузок Я держала эти нагрузки И может быть за счет этого У меня получилось Потому что когда Вот готовились К чемпионату Европы Мы Марине Геннадь И с Артемом Игорьевичем Сказали Ну в основном Я говорила 15-й год Ой 15-й Ну ты про 15-й Уже говоришь Про чемпионат Европы Ну да Потому что Что говорить О 13-м Почему же там Ничего не было Вот И ближе Вот к 15-м Уже оттуда С 14-го года Я стала готовить Прыжок Чонг Это вот Собаки 540 Я сказала Марине Геннадь Что я хочу Марина Геннадь говорит Нет Я боюсь Нет А у меня как раз Уже проблемы Со спиной были Ну они потихоньку Они вообще Проблемы шли Из 2009-го года У меня потихоньку Потихоньку Эта маленькая проблемка Вырастала в большую проблему Но мы до этого дойдем Сейчас Я считаю Сколько лет Просто ты был Да До этого долго И получается Такая история Что я Марине говорю Геннадь Что Марине Геннадь Извините Марине Геннадь Они говорят Что я буду прыгать Чонг Она говорит Нет Я говорю Да Она говорит Я не буду В этом участвовать Она правда Очень переживала За меня Ну я так Получается Ее ослушалась Мы выучили Вот я сейчас Не могу вспомнить У нас первый Чемпионат Европы А потом Чемпионат мира Да Чемпионат Европы Да И мне Получается Говорят Прыгаешь Два с половиной Хорошо У меня Опять же Очень была Большая ошибка Не могла Нормально Доскойно прыгать Меня все Утащило В левую сторону Сворачивалась Ну не могла Правильно Отход Словить Это ощущение Поймать Как правильно Заходить Но я в итоге Прыгаю Но они Как мне сказали Ты Надо Говорит Покажи Просто два Минта На стандарт Я им Показываю Они же Не уточняли Что нельзя Ну как бы Со стандарта Убежать На ковер Знаешь Меня утащило В левую сторону Вот Они говорят Ты не Тебя на двух Минтах Даже сбрасывала Да Я вообще Не поняла Что я делаю Ну вот Как-то потерялась И все И происходит Такая ситуация Меня не берут Написано Чемпионат Европы Я расстроилась Скала Я так вес Держала Знаешь Я прям Лишний раз Глоток воды Не делала У меня определенное Количество воды Прямо Все четко У меня было Как должно было быть Ну тут говорят Что я не еду Ну я поехала Конечно В кафе Покушала Хорошо Знаешь Всякие Мохито Вот это вот Ну в общем Плюс у меня Полтора килограмма Вот И Утром Девять утра Я просыпаюсь От того Что у меня Просто Разрывается Телефон Вот просто Развитом Через два дня Наверное Случилось Я смотрю Там От Ксюши Афанасьевой Десять Пропущено От Евгения Анатольша Тоже Штук 15 звонков И У меня страшно Я не понимаю Что вообще Они на соревнованиях Что я могла Такого сделать В Москве Да Что-то Мне начинают Названивать Ну и в общем Я перезвонила Ксюше Говорю Ксюша Что случилось Она говорит В общем У Аллы болит нога Говорит Тебя скорее всего Сейчас вызовут На Европу У меня полтора У меня плюс Полтора килограмма У меня паника А ты такая В баню В костюм Сразу побежала Да Так я сразу Собралась Евгения Анатольевич Мне сразу же Перезвонила Говорит Все собирайся Говорит Завтра ты вылетаешь Меня вот так Все трясти Я не понимаю Что происходит Я бегом В зал Залезаю на брусь Я понимаю Что я тяжелая У меня рука Держаться руками За брусью Тяжело В общем-то Этот костюм Вольное упражнение Там Не знаю Сто штук Я наверное Сделала Вот как раз В баню поплавать Все там Как-то Ну в общем В зале Чуть-чуть пошевелилась Все Собрала чемодан И вот я вылет В Монфелье Я получается День опробования У меня не было Я его пропустила Помоста Получается Я его пропустила Я приезжаю Просто на квалификацию И вот Я выходила На квалификацию Я вообще Не понимала Что происходит Просто Вот это все Знаешь Как вот Все у тебя стояло По полкам Грубо говоря Да У тебя взяли Все Скинули на пол И говорят Вот так и живи Ну там Грубо говоря Да И вот я вот так На эти соревнования Приехала Я вообще не понимаю Что происходит Разбег Как прыжку Я не знаю Откуда мне бежать Потому что Я тогда еще Не бегала Ровно с 25 метров По-моему А плюс еще Адреналин Да У тебя шаги Получаются Шире на адреналине Ну у меня так Получалось На адреналине Шире шаги К прыжку И как бы Нога может не подходить Да Прыжок может не получиться Брусья Брусья тоже Там мягкие В общем Евгений Тольфович Мне сказала Прыгай Легкие прыжки Ну что делать Говорит Попадешь Хорошо Финал Тогда сложный Сделаешь Не попадешь Ну И получают ситуацию Все Я прыгаю Достаточно хорошо Прыжок Мне очень нравился Конь Джумнова Вот Промочий Классный Нет Джумнова Вообще Никогда не нравился Ну вы просто С языка Толкаетесь Мы тут чуть-чуть Подальше Вот А там очень мягко Очень хорошо Вот Брусья я тоже Делала легкие Кстати я даже На брусья попала В финал Я в финал Кому-то из девочек Обдала Ну потому что Третий Я опять не буду Ну потому что Там уже такие девочки Проверила удачу бы свою Нет-нет-нет На брусья Это не действует Вот И все Мы выходим на прыжок В финал Я боялась прыгать Чонг И Аманар Потому что Я в размышленном зале Ни разу их не прыгала Ну и я прыгала Вот два винта И собак 180 Ну такие подводящие Я знаешь что помню Сейчас я прости Перебью тебя Волшебные перчатки Какие-то Никита тебе давал Да Да И потом На чемпионате мира То же самое по-моему Да Я Он То ли он мне их подарил Я не помню Или он мне их давал На время Я вот не помню Этот момент Не знаю Надо у Никиты Будут спросить Да Кстати Я представляешь Про это забыл Молодец Я просто напомнил Да Я кстати Вел перчатки Была Счастливые перчатки Были Их нет наверное Где-то найти Их надо Передавать потом Да Кстати Я на прыжке В них Как раз Прыгала Нет нет Готовилась Готовилась Вот И я выхожу И знаешь Я кстати Настолько переживала Когда прыгнула Чонг Мне показ Ты представляешь Сколько я переживала Насколько я была в себе Мне показалось То что Ты не то сделала Нет 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 Я сделала все верно Нет тебе показалось Что ты не то Выполнила что-то Или нет Нет Не в этом была проблема Я получается Иду с прыжка Дальше готовиться На второй прыжок Тренер Ксюджи Афанасьевой Говорит Маша соберись Да И осталась на месте Грубо говоря Около Самого прыжка Не около Начала Разбега Ну где судьи У нас сидят А мне казалось Что она идет Рядом со мной И что-то мне говорит У меня даже Я пересматривала Видео Я просто люблю Иногда пересматривать Видео Меня как-то заряжаю Там В жизни Если что-то У меня не получается Я посмотрю на себя В спорте Говорю Маша Давай Вот Я стою Около Кормушки Где магнезия Вот так Зажимаю губы И вот так Вот головой Я типа Говорю Да А там никого нету Прикольно Представляешь Вот насколько И все Вот я прыгаю Два с половиной И я когда Вот приземлилась И мне Все шутили Как раз Получилось так Что все спортсмены Сидели Получается Вот так На прыжок Они смотрели Где уже Соскок у нас На прыжке Ну да Понял Проходит И такая Ну все Я поехала Вы дальше Сами соревнуетесь Да Ну было на самом деле Знаешь Что самое Страшное Я не знала Английского языка И получается Насколько я позже Прилетела Я позже Чем все Уезжала Ну все Получается Сборные Девочки Мальчики Улетели Улетели А я улетала Позже Там на Пять часов Что ли Позже У меня Билетов не было Да Не было Билетов Мне позже Купили Я там Получается Одна Пятнадцатый год И потом Мы как раз Готовились К чемпионату мира Да Мы уже начали готовиться Он был у нас В Глазго Да В Глазго Вот Но туда Я уже прям Готовилась Я знала Я туда прям Ехала выигрывать Я прям себе Говорила Все Я буду чемпионкой мира Я не знаю Откуда У меня такая Сумасшедшая Уверенность А с кем Ты соревновалась На тот момент Кто в мире Байлз Была Симона И девушка Девочка С Северной Коре А Да Помню ее А Байлз Уже была Байлз Да Но Для меня На самом деле Было странным Почему Она в Глазго Не прыгала Отченка Хотя она Спокойно Его заходила Вот мы смотрели Видео Они же выкладывают Его и интернет Она очень хорошо Его прыгает А так и не понимала Почему Нет С одной стороны Хорошо Что она его не прыгала Ну понятно С какой стороны Это хорошо Для меня хорошо Хотя Когда сравнивали Наши прыжки Я по высоте Выше Чем она была Вот Когда В Рио Да Сравнивали Ну знаешь Когда прыгаешь Первый человек Остается Вот этот След Так скажем Да И потом другой Прыгает И по высоте Я получалась выше Ну это хорошо Мне Но мне нравилось Хотя это мелочь Но мне так нравится Хоть здесь Я чуть-чуть повыше Да Ну и ростом Ну да Вот И Получается Ты подходила К ней говорила Так Нет Давай это Нет У нас смешное видео Было в Рио Когда она хотела Меня поздравить Она настолько Аккуратно Ко мне подошла Как-то мне там В спину Одним пальчиком А я даже Не чувствую Ну потому что Там такие бурю И просто эмоции И она там Маша А я поворачиваюсь И получается Знаешь Я поворачиваюсь Хочу ровно Посмотреть А поворачиваюсь Вот Знаешь Как Мне Смешно было Вот Ну и все Мы едем На чемпионат мира У меня очень прям Заряженная была Я прям очень была Уверенная Я даже На некоторых соревнованиях Вот в Рио Я не поняла Почему у меня нет Такой уверенности Как был В Глазго Ну куда-то Оно у меня делось Ну другой Стар Больше ответственности Я думаю Может быть Да Перед всем Но я прям Очень хорошо Там прыгнула И Знаешь Не было такого Что Вау Я выиграла Я прям знала То что Ну чуть-чуть Я переживала Потому что Девочка С Северной Кореи Все-таки Тоже хорошо Прыгнула У нас Одинаково У нас С ней были Одинаковые прыжки Вот И вот тут Я прям Переживала Что мне могут Ну не дать Первое место Да Я прям Когда стояли На пьедестале Поднимался Наш флаг Играл гимн Я Мне все спрашивают Почему ты заплакала А у меня Получается Знаешь Как Шел флаг Наверх И Я В момент Смотрела Сначала Пелый гимн И почему Смотрела вниз Я не могла На флаг Посмотреть Я не знаю Вот у меня Какое-то такое Состояние было И я Получается Поворачиваюсь На флаг Он вот так Поднимается И там же Прожектор Светит на флаг И поднимается Флаг И я вижу Марину Геннадьевну И она там Просто прыгает Кричит И все Я вот так Слезы Я не знаю Почему я так Отреагировала Я начала Плакать У меня вот эти Слезы счастья То что я вообще Не верила Как у меня так получилось Ну вроде хотела Да и получилось Слушай Ну интересно Что ты прям ехала На чемпионат мира И такая Все я выигрываю И для меня С такой С уверенностью Я просто По себе Ни разу не вспомню Чтобы Я такой еду Да Сейчас я выиграю Я не знаю Почему Есть Не знаю У всех спортсменов Не у всех Но вот у меня Лично есть ощущение С утра Просыпаюсь Допустим Перед финалом И понимаю Что сегодня Хорошо пройдет Что сегодня Хорошо пройдет А бывает Ты просыпаешься Мне тоже Такое Че-то не то Ощущение Но ты Пытаешься Себя как-то Да не Все нормально И не получил Нет Ты не обманешься Да У меня часто Такое бывало Я даже Вместо Одной кружки Кофе Две могу Выпить Но вроде Вот сейчас Должно быть И нет Я кстати Не знаю Как это у спортсменов Работает А вот Есть Внутренние Какие-то чувства Есть у тебя Не знаю Уверенности А это Именно Первые Такие Соревнования Мир Соревнования Вдруг Для того Чтобы попасть В команду Квалификацию Там Нужно Бывало Закрывать На Олимпийских Играх В Рио Вы выступали После нас У вас финал Командный Был После нас Вы следили За мальчиками Конечно У нас Большой Телевизор Ну как Блок Так Назовем В моем Блоке Получается Очень большой Телевизор Я жила Как раз С тренером Ксюша Афанасьев Вот И вот там Мы все Девочки Сели Давайте Мальчики Мы очень рады Были Что Во вторых Были Да Во вторых Были Это у нас Серебро Было Мы даже Заплакали Я помню Плакали Сидели А на следующий День Вам самим Нужно было Выходить Выступать В финале Вам помогло Это как-то Вы зарядились Эмоциями Или Вы наоборот Думали Блин Мальчики Уже Выступались Уже Заняли Нет Мы наоборот Во-первых У нас Почтается Даша Спиридонова Первый раз Уже Нагорный Извиняюсь Даша Нагорный Первый раз Выступала На олимпиаде Седа Тут Холян Первый раз Выступала И Гель Мельникова Да Мы считаем С Ольей Самые Такие Взрослые Уже Получались Ну такие Да Взрослые Там 20 Уже Ну я К тому Что Взрослые По олимпиаде Так скажем Потому что Она у нас Вторая Была Вот И Мы как-то С девочками Собрались И Я прям Сижу Девчонки Я говорю Нам вот Надо Постараться Ну понятно Что команду Америки Мы не обойдем Там Одна Симона Баялась Может Одна Выступать За Команду Америки Так скажем Вот Я девчонкам Говорю Нам нужно Остаться Говорю Ну так же На втором Месте Мы можем Это сделать Просто Я очень Переживала Что девочки Могут Перенервничать Ну все-таки Первый Олимпиад Знаешь Может быть Так же Из-за тебя Наверное Переживали Когда ты Выступала Или у вас Вся Молодая Команда Была В девятнадцатом Году У нас Только Ксюша Была Самая Афанасьева Да Получается У нас Была Первая Команда Алья Мустафина Вика Комова Я Анастасия Гришина Кого Назвала Ксюша Афанасьева Все верно Вот пять Человек А тут Получается Ну Ксюша Уже Закончила Спортивную Карьеру Осталась Алья Я И вот Новенький Это Геля Мельникова Даша Нагорная Буду Так Говорить И Седут Холян Вот Три Новые Девочки Были Ну И как Они Проявили Себе Ну Геля Вот Мне на самом Деле Гелю Было Очень Жалко Потому Что Она Очень Хорошая Ну Даже Для Своего Возраста Когда Маленького Очень Хорошая Спортсменка Была У Нее Она Очень Переживала У Нее Болел Болела Седалка Как Это Правильно Седаличный Нерф Да Вот И Она Ну До Выхода На Помост Она Не могла Полную Программу Делать Да Потому Что Боялись Не Дай Бог Что Произойдет С Ногой Да И Перед Вольными Упражнениями Или Вообще Перед Среди Вообще Перед Среди Как Бо В Размышленном Зале Старались Чтобы Геля Ну В Полную Силу Не Работало Вот И Я Представляю Ее Переживание Ну Первая Олимпиада Еще И Травма Да Тем Более Это Очень Такая Неприятная Травма Она Болит Постоянно Вот И Каврификацию Мы Хорошо Прошли Ну Я Считаю Для Девочек Мы Не Допустили Каких Там Грандиозных Ошибок Ну Падение Было По-моему Одно У нас И Я Кстати Не Помню Даже Кто Хорошо Вот В квалификации Геля Перенервничала Я Помню Как Она Плакала Она Прям Стоянно Еще Маленькая Такая Была Прям Девочка Она Очень Переживала Плакала У нас Даже Где-то С ней Фотография Есть И Знаешь Я Как Мама На Грудь Не Плачь Вот Но Для Нее Это Я Тогда Сказала Что Гру Ты Не Расстраивайся У Тебя Еще Просто Можно заканчивать Потому что После 23 Нам Было 22 Правильно Да Я Не знаю Сколько Вам Ну Примерно Вот Мы Уже Можем Расстрелить Потому что Возможно Последняя Олимпиада А ты Еще Маленькая Там 16-17 Лет У тебя Еще Вся Вся Карьера Впереди Вот Она Да Да Седа Кстати Достаточно Уверенно Прошла Но У Седы Был Один плюс Она Уступала Как раз С Никитой Нагорным На детских Да Все равно По факту Они прошли Уже Вторую Олимпиаду Можно так сказать В Рио Потому что Детская Олимпиада Там тоже Очень много Было Зрителей Но Только У детей Программа Легче Была Ну а по факту Можно сказать Одно и то же Просто Здесь Были Соперники Чуть-чуть Там Грубо говоря На второго Уровня Они были На первом Уровне А тут Они перешли На втором Не Но Все равно Ты когда приезжаешь На соревнования Я даже По себе Знаю Ты видишь Там Людей Которые По телеку Да Ты видел И такой О, ничего Да У меня один раз История была Такая До мной Смеялись Мы приехали В Америку Там соревнования Были какие-то Пацифик Альянс Что-то Какие-то Океанские Игры Но не суть Важно Я стою На ковре Такой А там В диагонали Сидит Кто-то И такой Типа Отойди И он Он сидит Дальше Потом Я кому-то Сказал Типа Ну типа Отодвиньте Во мне Диагональ Пробежать Надо И только Потом я понял Что это Пол Хэм Это Олимпийский Чемпион Вот в восьмом году Он был Я ему такой Малыш Малыш Такой Отойди Тут я же Спрыгать Буду Давай Давай Заканчивай Разминаться Все Уходи Но я тебе могу Скать Я тоже Когда Хотел увидеть Вот Макайлу Да Потому что Все-таки Она там У себя В США Там Вообще Они же Вообще Там Сумасшедшие Просто Все Я у нее Прикольная Фотка В двенадцатом Году Была После Олимпиады Это же После Двенадцатого Года Было Это Вот Она Расстроила Что Она На втором Месте Стояла Да И Кстати Они Потом С президентом Фоткали Вот Это Да И я На нее Смотрю На мне тоже Очень нравится Тоже Как ты Гришь Там Посмотреть Хотелось Вживую Не Всегда Можешь Узнать Телевизор Вживую Потому что Люди Вообще Как будто Но Иногда Кажется Куда Они Вообще Разные Ты Не Замечал Вот Ну Может Быть Да Кого То Видишь Да И Может Пояс Само Ты Подвинься Диагонали Ну Просто Не Узнал Да У меня Что-то Мысли Даже Не Было Я Не Сказать Что Я Наглый Я Наоборот Стеснительный Так Я Ему Не Так Тихонечко Он Может И Не Видел Даже Этого Отходи В сторонку Это Смешная Ситуация Да Но Смешнее Было Если Я На Него Прыгнул Все Плечи Ну Сверковой Номер И Вот Но Седа Получается Более Уверенно Прошла То Что Как Можно Сказать Вторая Олимпиада Тоже У нее Была Только Первая Взрослая Сказать Даша На Удивление Я Думаю Она Будет Мы Достаточно Чем-то Похожи С Дашей Потому что Тоже Такая Эмоциональная Вся У нас Эти Даже В зале Многие Путали Вот Странно Хотя Я Смотрю На Дашей Мне Кажется Мы Вообще Не Похожи А Вот Люди Там Вне Спорта Говорят Ты Знаешь Что Никиту И Артура Постоянно Путали Вот Это Тоже Для Меня Как Их Можно Разные Жат Они Ладно Мы С Дашей Хотя Светленькие Вдвоем Да У нас Обоя Там Глаза Глубые Ну Как Больше Ладно Можно А Там У Артура Черные Волосы У Никиты Рыжие У Никиты Да Рыжие Какие Рыжие Светлорусые Вот Но Странно Ладно Мы Отошли От Темы Даша Вообще Была Спокойно Всем Учетом То Что Я Думаю Она Очень Эмоционально Пройдет Так Я В Спокойно Все Прошли Они Даже Так Прям Поддерживают Я Допустим На первой Олимпиаде Немножко Переживала Девочек Поддерживали Мне казалось Друге мешать Буду Знаешь Что Они Молодцы Давайте У нас Даже Когда В квалификации Я Монар Прыгнула В доскок Там Даша И Алья Стояли Это Кстати На видео Показали Там Даша Ооо Такая Классно Вот В принципе Квалификация Команды Финалом Очень Хорошо Прошли Мы Очень Даже Кстати Смеялись Нам Смешно Было Наблюдать Ту Картину Когда У нас Просто По-моему Отрыв Был В Лондоне У нас Был От Американской Команды По-моему 5 Балов Если Я Не Ошибаюсь 5 6 Да А В Рио 10 И Мы Вот Наблюдали Такую Картину Вот Они Знаешь Стоят И Вот Это Они Выжитая Какие Же Они Будут И Может Снаряд Не Делать Было Естественно Это Их Выбор Они Делают Но Понятно Я думаю Что Они Больше На Камеру Играли Это Нормально Они Любят Это Делай Но В То же Время Там Некоторые Девочки Они Не Были Олимпийскими Чемпионками В Команде У Них И Правда Просто Мы Именно Мы С С Старых Девочек Стоят Мы Таким Конечно Там Ладно Там Хотя Одна Сота Просто Десять Баллов И Ну Прикольно Было Но Мне Что Понравилось Мы Когда Стояли За Кулисами Так Скажем Чтобы Выходить На Помост Уже Чтобы Нас Медали Вешали Они Очень Искренне С Нами Смеялись Ну Я Там Знал Английский Язык Ломаный Знаешь Вот Так Кое Как И Они С Нами Пытались Разговаривать Смеялись Такие Знаешь Эмоции Вот Это Классно Было Да Ну Потому Что Последнее Время Там На Каких Соревнованиях Они Могли С Нами Не Поздороваться Да Бывало Так Бывало Да Кстати Мы Так И Не Понимали Почему Иногда Нормально Иногда Нет А Вот Что Касаемо Лондона Там Вообще Классно Вот И Рио Прям Вообще Такие Все На Эмоциях Были Вообще Супер А Потом Почему Тяжело Не знаю Может Им Сказали Не Общайтесь С Этими Руссками Да Такое Тоже Может Быть И Ты В финал Попала На Опорный Крыжок На самом деле Вообще Если Вкратце Сейчас Скажу Вообще По Отъезду В Рио Я Хотела Отказаться От Олимпиады Потому Что У меня Как раз Очень Большая Уже Проблема Пошла Со Спиной У Меня Очень Сильно Болела Спина И А Вика Кому Как раз Уже Закончила И Я Вике Звонила И Я Говорю Вик Я Хочу Отказаться От Рео Говорю Я Не Могу Ну Я Даже Когда Мы После Бани Ложились В холодную Ванну Например Просто Иногда В бассейне Много Девочек Было Ты На Голову Не Будешь Им Прыгать И Мы Дополнительно Наливали Холодную Ванну Туда Лед Еще Чуть Засыпаешь И Могли Чуть Чуть С Наклоном Вперед Я Звоню Вике Я Говорю Вик Я Хочу Отказаться Я Потом Телефон Просто Держала Пока Вика На Меня Просто Она Орала На Меня По Другому Я Не Могу Это Сказать И Она Говорит Ты Сумасшедший Говорит Осталось Два Дня Там Потерпеть Две Недели Ну Три Говорит Ладно Максимум Но Надо Я Вики Да 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 Ладно И Евген Тольща Подходил К раз Он Старший Тренер Мне Очень Больно Делать Брусь Но Я Не Могла Сделать Даже Подъем Разгибом Сюда Вытянуть Потому Что В таком Положении Маленькие Дети Приходят Только Вот Они Не Понимают Где Вот И Я Вот Так же Очень Тяжело Было И Квалификация Командный Финал В командном Финале Ты Брусь Делала Нет 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 Прыжок Да Я Делал Их На всякий Суть Чтобы Опять Ж Вдруг Что Вот И Каждый Мой Выход На Помост Это Блюжке Алексей Викторович Вот Спасибо Ему Большой Он Просто Мне Заклеивал Спину Так Поясниться Ну Там Есть Фотографии Что Оно Спереди Вот Так Все Выходило Вся В этой Кинезии Была Чтобы Главное Спина Не Болела Вот Прям Большое Спасибо Знаете Я Каждый Утром Подходил Он Уже С Ножицем Передай Завтра Да Он Прямо Так Вот Стоял Меня Прямо Мотал Ты Как Мумию Надо Было Замотать И Вот Так Походить На Помост Вот И Наутро Просыпаешь Знаешь Такого У тебя Такое Состояние Как будто Ты Я Не Знаю Часов 20 Танцевал Там В клубе Так Образно Да У тебя Нереально Болит Все Тело И Как Будто Сутки Ты Не Спала Ну Вообще Вот Ты Просыпаешься Просто Мертвый Как Будто Ты Вообще Не Спал Не Был Такого Ну Не У меня Не Было Что У меня После Соревнований Прям Болит Что Вот У меня Вот Так У меня После Хороших Результатов Когда Ты Утро Просыпаешься У тебя Такое Умиротворение То есть У тебя Эмоций Нет Никаких Но Ты Довольный Лежишь С Довольной Мордой Вот Я Тоже Лежала Довольно Но У меня Так Просто Болела Спина Это Было Что Это Вообще Не Могу Я Кстати Даже Вчера В телеграм-канале Писала Что Даже У меня Был Момент Я Не Хотела На Помост Уходить Но Мне Настолько Уже Тяжело Было Я Заставляла Поскольку Я Уже Здесь Что Я Не Скажешь Нет Я Не Пойду Измените Меня Пожалуйста И Там Замену Из Москвы Естественно Я Заставляла Встать С Кровати Помяться Как Это Мы Называем Встать Но Ты Все Рано Когда Разминалось Полегче Становилось Конечно Тело Начинало Разогреваться И Конечно Легче И Когда Выходили Мы В финал В финале В финале Что В Рио Мне кажется Я могла Выиграть Золото В Рио Да Вообще Спокойно У вас С ней Одинаковые Прыжки Были Спайлс Были Одинаковые И Это Знаешь Как Закон Подлости Такой Есть Но Это Как Говорит Значит Пока Не Твое Время Получилось Так То Что Мы Разминались В Разминочном Зале Ну Как Для Зрителя Скажем Разминались В Разминочном Зале Выходим На Помост На Помост Уже Без Разминки Прыгаем Вот И Когда Я Была В Разминочном Зале Я Прыгнула Два С Половиной Настолько Классно Даже Не Классно А Круто Я От Себя Не Ожидала Я Выкрутила Два С Половиной И Я Еще В Полете Ровно Потом Летела Чтобы Приземлиться Ну Это Просто Ну Прям Для Меня Вау Я Знаешь Как Это Называю Что Использовал Попытку Вот Да Все Правильно Потому Что Смотришь Так На Кого Ни Он Допустим Ну Разминается Хоп Соскок Сделал Доскок Я Я Себя Еще И Поэтому Специально В Доскок Никогда Не Встаю Разминаюсь Если Я Специально Шагаю Мне Даже Не Хочется Эти Поезд А Ты Шагаешь Я Поняла Ну И Вот Я Стоял И Так Я Еще Перед Этим Прыжком Вот Которая Хорошо Прыгну Разминаешь Думал Вот Это Значит Прыгни Может Сейчас Вот Если Сейчас Не Прыгну Мне Не Хватит Потому Что Я Буду Холод А Там Может Плох Прыгаю Вот Это Начинается Ты Не Можешь Сделать Не Сделать Не Сделать Я Прыгаю Я Все Значит Я Сейчас Выйду И Прыгну Классно Нет Я Прыгнула И Получилось То Ли Шаг Назад Лучше Ну Как Б Вообще Лучше Не Шагать Ну Лучше Конечно На Шаг Вперед Пусть Будет Сбавка Чем На Шаг Назад Я Получается Делаю То Ли Шаг Назад То Ли Такой Маленький Прыжок Назад Уже Не Помню Я Тут Понимаю То Что Косяк Я Причем Достаточно Низкий Присед Ну Не Прям Низко Приземлилась Град Я Думаю На 70 Я Прям Села Так Скажем Вот И Плохо Прыгнула Собаку 540 Вот Ченг В Квалификации Я Прыгнула В досках 540 Вот Да Вот Как Ну Видимо Правда Не мое Время Было И Я Стояла На Втором Месте Хотя Почему То Многие Говорили То Что Я Не Должна Была На Втором Месте Стоять А Третий Там Был Девочка Скорее Она Хотела Три Винта Зайти Она Сразу Вылетела Северная Корея Она Хотела Сляк Три Винта Сделать Слушай Я думаю Что Американка Может Возможно Да Потому Что Первая Боялась Я Вторая И Вот Кто Третий Но Я На самом Деле Я Радовалась Даже Второму Месту Потому Что Через Столько Сложностей Пройти Да И Знаешь Потом Стоять С Таким Лицом Я Вторая Да Вообще Глупо Мне кажется Растраивается Любой Олимпийской Медалью Вообще Ну Да Я Радуюсь Вообще Ну Вторая Значит Так Надо Значит Ты Сама Где-то Не доработана Ты Сама Что-то Не Так Сделала Раз Ты Стоишь На Втором Месте Либо В Разминочном Зале Переработать Не Надо Было Прыгать Да Это Очень Обидно Было Я Очень Хотела На самом деле Еще Такая Штука Есть Я По себе Тоже Замечал Чем Хуже У тебя Проходит Разминка Тем Лучше Ты Уступаешь Да Это Кстати По-моему У всех Спортсменов Я Не Знаю Как Это Работает Мне Иногда Кажется Что Спортивный Спортивный Мир Вообще Какой-то Другой Без Законов Физики Знаешь Иногда Такое Бывает Непонятно Почему Так Либо Ты Запоминаешь Это И у Тебя Четче Я Хотела Поехать Вот Как раз В Токио Я Думала Что Ты Представляешь Вот Кстати Я Иногда Мне Кажется Что У меня Очень Хорошая Интуиция Потому Что Мы Когда Были В Рио Я Стояла И Я Говорила То Что В Токио Будет Золото Я Была Уверена Что В Токио Будет Золото Но Я Думала Мое Но Видишь Оказалось Что Не Не Мое А В этом Шоу Интуиция Да Мне Тут Уже Скали Давайте На Битву Экстрасенсов Буду Стоять Так Значит Это Из-за Тебя Команда Выиграла Это Хорошо Нимф Над Головой Можно Будет Нарисовать Хорошо После Олимпиады Насколько Я Понял Все Таки Это Большая Победа Чем Поражение Серебро На Олимпийских Играх Для Тебя Потому Что В Лондоне Было Третье Место А на Следующей Олимпиаде Я Стала Второй Я Считаю Это Достаточно Хороший Резет Потому Некоторые Вообще Приезжая На Вторую Олимпиаду Могут Вообще Никуда Не попасть Ну Если Мы Берем Личную Медаль Многие И не Попадают Даже Во вторую Вообще Не Попадают Большинство Спортсменов Не Попадают После Первой Заканчивают Так что Я считаю Это Даже Ну Вот У тебя Прошли уже Две Олимпиады Достаточно Удачно Ну Не Достаточно А Прям Удачно И Как Ты Сказала Уже Ты Хотела Золото В Токио Поэтому Ты И Продолжила Заниматься Да Не Было У тебя Мысли Что Может Все Хватит Было Знаешь Как Мы Приехали Уже В Москву Я Была Очень Заряженная Прям Бредила Вот Этим Золотом Очень Потому Что По факту Есть Все Медали Нет Вот Одной Этой Медали Да Олимпийского Золота И Я Начала Готовиться К чемпионату Мира Когда Шла Подготовка К чемпионату Мира 2017 Года Я Вот Так Стояла И Думаю Может Быть Просто Уйти Красиво Ну Выиграть Мир Кстати Нет Я С Уверенно Что Я Выиграла На 17 Тоже Но На 17 Чуть Уверенности Меньше Было Не Знаю Почему Но Была Уверенно Потому Что Там Байл Была Да Может Быть Кстати Вот И Я Думаю Может Стать Чемпионкой Мира И Уйти Чемпионкой Мира И Спорта Почему бы Нет И Как Раз У меня Операция Получалась Я Ложилась После Мира На Операцию Спины После Мира Да Вот И Думаю Как Раз А Почему Ты Не Сделала После Рио Год Нужно Восстанавливаться А Здесь Чемпионат Мира Надо Выигрывать Ну Конечно Не Хочется Ложиться На Операцию Ну И Вот Я Выигрываю Мир Все Как Раз Никити Перчатках Да Да Вот Спасибо Никит Вот Мне кажется Можно Этот На Аукцион Выставить Их Будет Да Только Я не Так Я не Помню Они у меня Ли у Никиты Не знаю Вот И я Не знаю Мне кажется Не получится Их Вот И Да Все Я Выиграю А Я Еще На 17 Мире Очень Была Рада За Спортсменку Из Швейцарии Джулия Штренгрубер Она Очень Долго Выступала Со мной На Опорном Прыжке В финале Она Попадала И все Никак У нее Не Получалось И тут У нее Получилось Да И тут У нас Такая Ситуация Произошла Мы Сидели Вместе Я не Помню Кто Прыгал Но Я Больше Такие Яркие Моменты С людьми Запоминаю Кто Знаешь Иногда Прыгает Ладно И Я Уже Отпрыгала Джулия По Моему Тоже Прыгала И Осталось Две Девочки Тут Было Решающе Остается Она Третьей Или Нет А Кстати Девочка По Моему Из Мексики Была Полненько Не Помню Как ее Зовут Я Понял Понял Наверное Вот И Она Прыгает И Допускает Ошибка А мы Получается Вот Опять Вот Смотрим На Соскок На Прыжок Сидим Здесь Я Евген Точ Здесь Тренер Джулии И Джулия Как Мы Рядом Мы Сидим Друг На Друга Переглядность Так Мнемся Я Прям Так Хотела Даже Знаешь Я Уже Не Думал О То Что Я Очень Хотел Чтобы Она Была В Класс Мы Тоже С Переписывая Она Говорит Я Скучаю По Тебе Я Говорю Тоже Хотел Звон Тоже Закончила И Мы Хотели Там Давай Вместе Опять На Помост Выйдем Выступать Смеемся И Вот С ней Есть Такая Фотография Знаешь Что Там Вот На Этой Фотографии Столько Эмоций Где Наверное Даже На Олимпиаде Столько Эмоций Не Вот Вот Как Я Вот За Нее Была Рада Это Очень Классно Было И Все После Этого Мира Я Уезжаю На Операцию И 18 Год Весь Пропускаешь Ты Не Выступала Нигде В 18 Году Мы Старались Выдержать Очень Много Времени Потому Что После Чтобы Не Форсировать Да Подержать Вообще Получилась Такая Ситуация Когда Мы Сделали Операцию Я Вышла Из Еще День Должна Была Пролежать Не Вставать А у меня есть Такие Принципы Что Если Я Хочу В Толик Я В Толик Я Иду В Туалет Да И Вот Это Было Страшно Ты Понимаешь Ты Лежишь Ты Понимаешь Что У тебя Металлоконструкция В Поясничном Отеле Как Вообще Вставать Я За Эту Ручку Подтянулась Села У меня Очень Сильно Кружилась Голова И Болела Очень Сильно Ну Там Мама Придерживается И Со мной Мама Полетела Спасибо Федерации Спорта Что Они Оплатили Поездку Маме Вот И Все Мама Мне помогла Мы Ложимся И У меня Получилось Так То Что При Операции У меня Очень Я Много Потеряла Крови И У меня Упал Гемоглобин Очень Сильно Доктор Когда Нашему доктору Звонили Он Говорит Что Сумасшедшее При Таком Гемоглобине Там Люди Чуть Лев Комы Не Впадают А у меня Видимо Настолько Сильный Организм Я Постоянно Борюсь Я Не Могу Даться Если Болит Значит Пройдет Надо Потерпеть А у Наша Проблема С Допинг Контролем Переливание Крови Нельзя Делать Это Как Считается Да Но Здесь Такая Ситуация Нет Когда Оперативное Мешательство Идет Можно Делать Там Все равно Надо Заполнять Разрешение В общем А я Уже Лежу И Понимаешь Мне Настолько Стало Плохо Я В этом Дурмане Я Говорю Мне Вообще Не Важен Это Допинг Я Говорю Дайте Мне Крови Пожалуйста Знаешь Я Вот Это Лежу Я Понимаю То Что Но Мне Очень Плохо Я Уже Плачу От Того Что Мне Плохо Мне Таблетки От Головы Не Помогали У 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 Начала Нам Помогать Вот В Этом Все И Все И Знаешь И Когда Вот Как В Фильмах Бывает Знаешь Люди Вот Сидят Долго На Диете Им Гамбургер Принесли Они Там Вот Так Жем Два Пакетика Крови Приносит Я Говорю Давайте Вот Мне Перелили Кровь Знаешь С Каждый Вот Вот Этой Каплей Я Прям Чувствую Насколько Мне Дышать Начинаю Расслабляться Начинаю Проходить Голова Представляешь Настолько Было Это Вообще Просто Я Ну Доктор Смеялся Он Чуть Русский Сдал Уже Смеялся Но Я Там Такие Вещи Шутила Я Не помню Что Я Говорила Но Помню Что Ему Очень Было Смешно Да Я Вот Когда Плачали Все Мезет Прям Крови Там Это Все Происходило В Один День Чтоб Ты Понимал Ужас И Все Когда Мне сказали То Что Давай Сегодня Пробуем Идти Вот Здесь Было Страшно Я Не знаю Почему Я Очень Сильно Боялась Что Я Не Смогу Ходить А Ты В тот Момент Дошла Или Нет Да 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 Мама Там Получается Кровать И В нашей Палате Туалет В палате Не Надо Было Идти Через Просто Ты сказала Что Если Я Хочу Я Иду И Все Не Мама Помогла Я Сказала Или Просто И Остановилась Такая Поднялась И Дальше И Дальше О Другом Нет Все Мам Да Помогла Мне И Вот Получается На Второй День К Вечеру Ближе Можно Скать Уже Как Третий День А Просто Чуть Позже Это Все Происходило И Доктор Сзади Меня Держит Говорит Все Сейчас Встаем И Идем Вот Здесь Я Не знаю Почему У меня Был страх То Что Я Не Смогу И Не Знаю Почему И Я Потихоньку И Знаешь Так Было Тоже Странно Ощущение Железа К Спине Очень Странно Очень Чувствовались Ну Да А Что Тебе Делали Получается У меня Стерся Межпозвоночный Диск Да Вот Он Здесь Почему Я Получалось Так Ходила Чуть Чуть Вперед Вот И Получается Он Так Терся 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 И Они Сделали Поставили Имплант Межпозвоночного Диска И Как По Снимкам Я Понимаю Что Получается Сверху Шуруп Снизу Шуруп И Вот Так Вот Пластинка Как Б Это Все Держит Вот Но Мне Доктор Сказал В Германии Что Тебе Очень Повезло Со Спиной Ну В Том Плане Что Она Дальше Так Скажем Не Доломалась Ну Образно Это Конечно Страшно Звучит Не Что Повезло Со Спиной Вот Что Позвоночный Канал Ну Как У нас Идет Позвонок Там Еще Вот Есть Позвоночный Канал Что Он Очень Широкий Он Сказал И В В этом Плане Не Все Так Критично Было Ну И Все Когда Я Сделала Сейчас Первые Шаги Мама Позвонила Марине Геннадь Сказала Все Маша Встала Все Хорошо Марине Геннадь Сказала Обожаю Ее Она Через Там По-моему Пять Месяцев Соревнований Мы Едем Он Говорит Марина Мы Приньем В Москву Поговорим Этот Момент Она Сразу Ну Чтобы Ты Не Расслаблялась И Побыстрее Себя В форму Водила У тебя Убрали Сейчас Железки Нет Все Они До конца Моих дней Со мной Болит спина Нет Я Кстати Да Но Она Сейчас Чуть Болит Юрченко Прыгнуть Не хочешь Да нет Я думаю Нет Она Сейчас Чуть Чуть Болит Потому Что Нет Времени Сходить В зал Сделать Упражнение ОФП Которые Мне давали Доктора Но Приходится Иногда Дома Но Дома Сам Понимаешь Не особо Это Удобно Делать И Вот Иногда Только Болит Из-за То Что Мышцы Спадают У нас И Вот Этого Мышечного Корсета Нету Вот Но Сейчас Я Как раз Пока Была В Китае Там Качалась Китай Мы Чуть Позже Еще А У нас 19 Год Еще Был Предолимпийский И Ты Прям Выигрываешь Чемпионат Европы В 19 Году После Всех Всех Сложностей Своих Как Удалось Вообще Вернуться Снова Здесь Уже Знаешь Мне кажется Был Спортивный Интерес Дойду Ли Я До Токио Знаешь Уже Наверное Вот Так Вот Потому Что Было Очень Тяжело Ты Не Боялась Что Ухудшится Что Ни Еще Травму Получишь Знаешь Когда Я Получала Допуск В ФМБА Мне Не Хотели Давать Но Понятно Что Доктора Боялись Да Как Я Первый Такой Спортсмен Ну Получается Действующий Спортсмен В Поясничном Отделе Да С Металлоконструкцией Они Очень Боялись Но Брать На Себя Такую Ответственную Ты Б Это Видео Показала Вот Смотри Я Вот Так Уже Делаю Допускайте Меня Они Очень Бояли Но Я Поднимаю Я Понимаю Потому Что Брать Такой Отвен Если Вдруг Что То Случится Да Спрос Будет С Каждые Три Или Два Месяца Я Ездила По ФМБА Со Снимками Первое Обследование Да Конечно Меня Прям Смотрели Потом Стала Ездить Каждые Полгода Вот И Когда Я Ехала На Европу Опять же Когда Мы Проходили Опроб Я Заболела Я На Опроб Температура 30 Мне Прям Везет У меня Жизнь Не Дает Спокойно Все Пройти Постоянно Что Чем Сложнее Тем Лучше Ну Да Вот У меня Видимо Знаешь Если У меня Будет Слишком Все Хорошо То Ничего Не Получится Я Могу Расслабиться Живой Все Сейчас Все Хорошо Можно Выдохнуть А Здесь Пока Нет Вижна Не Дает Расслабиться И Я Обращаюсь К Вашему Доктору У него Глаза Разные Сергей 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 Вот Сергей Сергеевич У меня Почему не к вашему Ты боялась К вашему Нет Он по моему С девочками В зале Был Да Они уезжали А я по моему Не поехала А мы Потому что Личницы Были Там по моему 19 год Нет Чемпионат мира Командный Нет Я про Европу Сейчас говорю А Европа 19 Европа личная Личная Вот Потому что Доктор Сергей Антонович Мы с девочками Мы с Настей Иренковой Личницей Были Мы останавливались В гостинице Я кстати не ездил Туда Это в Польше Было Да Я подхожу К доктору Дайте мне пожалуйста Таблетку Мне так плохо Он говорит Я сейчас Отдать таблетку Одну вечером Одну утром И температура Не будет Я думаю Господи Что за волшебная Таблетка такая И это все Он мне дала Мне правда Так стало Хорошей Нет температуры Ты запомнила Нет Как таблетки Нет Ты что О будущем Вообще Не заботишься Я вообще Стараюсь Не пить таблетки После того Сколько я пила Обезболивающих Когда у меня спина болела Я сейчас вообще Стараюсь Не пить таблетки От слова Совсем Вот И все И вот Выхожу И на Финал В квалификации Отвратительно выступила Просто ужасно Как раз Я Получается На пробование Была С температуры Да С температурой И на утро Мне было легче Но тренироваться Еще выступать Тяжеловато Было И вот Квалификацию Получается История Как В 2013 Европа В Москве Была Я Выхожу Делать прыжок Чонг У меня Касается Первый палец Моей ноги И мне Засчитывают прыжок И Два с половиной Хорошо прыгаю Но мне повезло То, что Там Некоторые девочки Ошиблись Я попала Восьмая Ну я была Восьмой Попаясь В финал Или седьмая Что-то такое Ну и все Мне становится Цвет К финалу Я выхожу Говорю Все Сейчас Надо Хорошо Прыгнуть Прыгаю Чонг Я Чонг Стала Прям Сворачиваться Очень сильно И на приземлении Меня Начало Уносить В правую сторону Потому что Изначально В отходе Я сворачиваюсь Ну и дальше Уже Понесло Тебя Вот И У меня Сносит В сторону Но не так Уж Все плохо Я там Кое-как Устояла Все Хорошо Иду Евгений Толь Мне пару Ласково Сказал Очень Хорошо Я кивнула Говорит Только Говорит Попробуй Я Все Я Услышала Я Поняла Вот И прыгают Два с половиной Прям в доскок Вот это Самое Классное Было Потому что По-моему Перед Европой А нет Это после Европы Катер Был Отборочный Там Я тоже В общем В доскок Прыгнула Прям Тоже Так Хорошо Но Я На самом деле Когда прыгнула В доскок И Села на диванчик Когда Ну Выводят Оценку Мы же ждем Я очень расстроилась Оценкой Но при этом Я Ну да Но при этом Я забыла Что у нас Чуть Ну Получается Базу Опустили Прыжка А я Почему-то Знаешь Сидела Старую оценку И что Почему 14 Там Что Восемьсот Почему Евгений Тоже Говорит Маша Опусти Отка Точно Извините Говорю Я забыла Ты Еще по старым правилам Да Я почему-то Меня Как-то Вернула Знаешь Обратно Дальше У нас Идет Чемпионат мира 19-й год В Штутгарте Ты попала В команду Лучше Честно Не попадала Серьезно Но серебро Но я не выступала А ты не выступала Нет Меня не поставили Не знаешь Как обидно было Я Очень было обидно То что я Ну чемпионка Европы Да И я прям Заряженная Была Меня просто Знаешь Разрывало Я так Хотела Но Я уже понимала То что можно Попробовать Стать трехкратно Чемпионкой мира Почему нет Ну и тут В общем Я туда приезжаю Я Настолько часто Как бы К каждую тренировку Я прыгала Свои два с половиной Собаки Пятьсот сорок Прям очень хорошо Ну для меня Это кстати Очень странно было Я так загорелась Когда мне сказали Мы едем А решаться В Штутгарте будет Кто в команде будет Да Ты или Сашка Щеколдина Я вот так думаю Ну конечно А почему Выбор на нее был Она какие-то Другие снаряды Закрывала Насколько я помню Мне кажется Она не очень Удачно выступила Я Сашу Я Сашу Как спортсмен Она хорошая девочка Просто у нее был Тот переходный возраст Когда она очень сильно Как мы это называем Кобянилась Ну не хотела Что-то делать Знаешь Нам показывала Свой характер Я думал Кобанилась Но Типа Она Немножко Росла Нет Нет Вот Ну вредничала Так скажем Вот И Ну Я с ней Разговаривала Грусаешь Ну если ты хочешь в команду Ну веди себя достойно Ну давай Она девочка-то хорошая Просто Это все Девочки Переходят через это Ну этот переходный возраст Это как бы Я считаю Вообще нормально Но тут Знаешь Как было Обидно Что я каждый день прыгала И я достаточно хорошо прыгала Прям там даже Мне очень было приятно Когда Некоторые тренеры Из других команд Там снимали на видео Там знаешь Пересматривали Вау Блин Это классно было Вот И Мы строимся Как раз Перед Квалификацией И я прям Видела Как Евгений Тольше Не хотел этого говорить Ну вот Знаешь Вот эта ситуация Просто максимально неудобная И вот он на меня смотрит Таким Ну тоже Он тоже расстроился Прям вот видно было По глазам И вот А кто принимал решение Тогда если и не он Он же старше тренера Ну я думаю Все-таки Еще старше тренера Ну понятно Что Я думаю Конечно Они должны Это согласовать С главным тренером Вот И получается Такая ситуация Вот он стоит На меня смотрит И я Знаешь Я по взгляду Уже понимаю Но все-таки У меня вот этого Знаешь Нет-нет-нет Вот Ну не говори Пожалуйста Не говори И вот он Ну еще надо показать То что Да Как бы это надо Ну В роли как старшего тренера Да Сказать Все четко Ровно И вот он мне Говорит Ты как сюда приехала Запасная Так ты и остаешься Я тебе не могу передать Как у меня просто Знаешь Вот этот запал Как я горела Это просто Вот так Ну все Вот как бы Я вот так Посмотрела На это все И мы начинаем Разминаться Знаешь Я уже Я разминаться Уже не Ну вообще Ничего И мне говорят Иди попрыгай Девятнадцатый год Я почему-то не помню тебя Вообще Вы же тоже в Тудберге Чемпионат мира проходил Да Но в итоге Все равно Ты же медаль получила Ну я как запасная Ходила Помогала девочкам Жерди масла Говорила Давай Кричала им Зачок несла Тапочки Он с поляшов Даже тапочки Не носил Ну поляш Мог бы тапочки Поносить Помогу Он серебряный фрезер В Дохе А чемпион мира Чемпион мира Блин Ну у вас Вот на самом деле От мира Максимально Был эмоциональный Как мы сидели за вас Болели Это какой-то ур Все эти нервы Потратили Слезы Все вылили Мне тоже потом Я так не поехал На чемпионат Европы Потому что У меня там Ну типа Поедешь Не поедешь Но Я говорю Я отказываюсь От чемпионата Европы Я не буду готовиться Даже К нему Это диетазма? Да А и потом Бенежно мира Он выигрывает Да Ну все Пока Пока Мы закончим Эту историю Прекрасно Все мне надоело Да Так 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 Серебро мира Готовилась к Токио После чемпионата мира Когда вы получили серебряные медали Ты начала готовиться уже к Токио Не оставила мечту свою? Нет не оставила Я начала ездить на отборочные соревнования Как раз там как-то квоту надо было Какие-то новые правила вот эти пошли Надо квоту заработать Если что На команду по-моему Или на человека Я уже не помню Там было так Как происходит Олимпийский отбор? Начнем с этого Я просто Немного для зрителей расскажу Восемнадцатый год Ну допустим За два года до Олимпиады Восемнадцатый год Если команда попадает в тройку То команда уже попадает на Олимпийские игры Следующий год, девятнадцатый Нужно попасть в двенадцать команд То есть всего двенадцать команд выступает на Олимпийских играх И также вот из-за того, что придумали новые правила Мог поехать один многоборец И один личник Дополнительно без команды Потому что команда четыре человека И также один снарядник Личник И ты проходила Эта покупка мира как личник Да, я хотела Ну как снарядник получать Да, да, как снарядник Вот И да, мы поехали Вот как раз мы ездили в Дохо Я хорошо там, кстати, выступаю Очень хорошо Там как раз два с половиной Вот так же повторила в Доско Как на Европе девятнадцатого года Ну, челонка чуть-чуть там накосячила, так скажу Но я не вышла, как на Европе, да За эти две белые линии Но там отдали американке Молодая, кстати, девочка Она, по-моему, вот Не помню, была она в Токио Или не, по-моему, была И в Рио она, по-моему, была То есть не ошибаюсь Не ошибаюсь И дали ей Но там, хотя разницу Они сделали, что-то там практически То ли в сотую, то ли в десятую Я не помню уже Ну, прям обидненько было, честно Ну, думаю, ладно Ничего страшного И получается, вот она выступала в Дохе И все, и она, по-моему, перестала отбираться уже Вот, дальше, по-моему, мы поехали в Австралию Там Доха, Баку, Австралию И что-то еще было По-моему, Доха второй раз было, нет? Нет, нет Ну, не суть Четыре этапа Штутгарт Штутгарт был Не уверен я Там многоборный этап проходили Я в Штутгарте, типа, что бываю еще Да, да, да А ты просто съездил погулять? Может быть Ну, в общем Вот, потом, по-моему, после Дохи мы едем как раз Нет Сначала первый этап Кубка Мира идет в Мельбурне В Австралии Там, мы, мы позже, мы потом на него поехали Вообще, знаешь, как получилось? Мы съездили, получается, вообще в Баку После Баку мы поехали в Доха После Доха мы поехали в Австралию После Австралии мы поехали опять в Баку Мы два раза в Баку были Ну, ладно Ну, пусть так будет Пускай будет так Может быть так Вся суть в том, что у тебя получилось набрать очки или нет? Мне нужно было съездить на, по-моему, еще один старт Вроде бы, как мне сказали Но я уже не поехала, потому что Как я уже говорила В 19-м году на Мире Когда мне сказали, что я запасная Вот это, знаешь, запал во мне Он просто вот так рухнул И я еще, знаешь, вот Доха я еще чуть-чуть горела Уже как-то, ну так Но все равно было уже тяжеловато И опять же, получилась такая ситуация Мы жили с Настикой и Ленковой Как раз на призерка Вот в Токио На брусье На брусье, да Мы с ней стояли в номере Я не знаю, я прям уже как-то чувствовала Видимо по своему состоянию Говорю, Настя Я говорю, скорее всего Ну, возможно Говорю, такой вариант, что я не попаду Я говорю, но ты, говорю, должна Потому что я знала, что Настя, она тоже талантливая девочка Она может выйти Она может получить медаль вообще спокойно Главное ей спокойно выйти Вот мы с ней в номере стояли Я говорю, Настя, если я не попаду Я говорю, обещай мне, что ты, говорю, дойдешь до этой Олимпиады Потому что, говорю, ну вот я прям чувствую, что у тебя получится Вот не знаю, настолько была уверена Я потихоньку, у меня вот этот огонек Он все, газ, газ, газ И в Австралии Я расстроилась, да, то, что в Штутгарде Я квалификацию хорошо сделала В финале я упала Вот просто Хотя по ощущениям я понимала, что я сейчас должна стоять Как-то вот уже, знаешь, терять себя начала Вот такой переломный момент пошел И соревнования в Австралии Я там вообще восьмая была Это для меня Я, по-моему, смотрела эти соревнования Ты оба прыжка ошиблась, да? Вообще для меня это такой, во-первых, стыд был Мне хотелось просто, знаешь, завернуться в этот костюм Спаратину убежать из зала И просто сказать, меня, пожалуйста, не трогайте Все, меня нету Такой спортсменки не было Она не выступала на этом этапе Все, не было Ну, в общем, в тренировочном зале Я ни разу не прыгала Ни два винта Ни половинку, нет, половинку, ладно, прыгала Да, прыгала И бланш я прыгала Два винта, два спины Я ни разу не прыгала в Австралии Что касаемо собаки Вообще, кроме темпа, я ничего не делала Ну и все И я понимала, что с такой тренировкой Перед соревнованиями Будет увлекательный аттракцион Ну, как он и получился, в принципе Да, что я прыгнула два с половиной Просто перекрутив вперед Что там споткнулась Одна нога кверху, рукой коснула Ну, это ужасно было И уже как на Европе тринадцатого года Ну, попробуем, например, со второй прыжок Может быть, да получится Чаще всего нет Ну, да И все, и как раз мы поехали в Баку В Баку Там тоже у меня начинается вот эта ошибка Старая ошибка, так сказать, вылезла Опять два с половиной сверху вниз И все, и оно никак Я не могу исправить Вместо Артема Игоряча поехал Вебха поставили Это наш Карабат был Вот, но все равно Просто Артем Игоряч Мы настолько Тандем был Да Он знал, вот как Мне кажется, каждому нервную систему Вот, если у меня чуть-чуть недовольное лицо Он знал, что надо сказать Что надо пойти Ну, вот просто Правда, вот тандем такой был прям хороший Ну, и все Отправляет вебха Вебха очень старался, да, там меня поддержать Но я понимала, что, ну, не так что-то идет Вот, знаешь, вот это что-то, в общем, не то Но я не особо хорошо выступаю Ударяет ковид У нас, получается, отменяют финалы Финалов в Баку, да, не было И там результат по квалификации сделали, по-моему Ну, очки начисляли по квалификации А там у меня предсказ, конечно Мне очень хорошо Вот, да, да Вот, и все Мы уезжаем в Москву И ты знаешь, произошел такой переломный момент Когда мне нужно, вот прям было меня взять, вот, знаешь, вот так вот за плечи и сказать Подожди, потерпи, еще нужно, может быть, где-то достаточно на втором русском языке что-то сказать, да, там, понимаешь, вот такая ситуация А тут, ну, вот здесь вот, я думаю, мой тренер, лично Марина Геннадьевна, немного вспылила И не должна она была такого говорить Потому что это был уже второй такой старт Где я ошибаюсь, да, уже видно было, что я такая потухла Уже все, не могу И она мне, ну, прям помню, она так сказала еще, знаешь, с таким этим, ну, не переживая Вот, она говорит, все, что приезжаешь домой, можешь, типа, заканчивать И пошла А мне, представляешь, у меня внутри вот это, что не получается Надо что-то делать, там, и вот Ну, в общем, мы прилетели, я очень сильно расстроилась Артем Игоревич уже начинал в сборной работать с новыми девочками Ну, и как-то, я, по-моему, хотела ему позвонить, да, как-то поговорить Ну, типа, что делать-то вообще, вообще не понимаю, что за мной Помогите мне Ну, и все, и как-то все, знаешь, на это закрыли глаза Я как-то Осталась одна Да, и, наверное, очень неприятная ситуация, именно жизненная там произошла Где вообще она меня убила И я вот после этого в боку, знаешь, вот так вот села Когда мне нужна была, ну, какая-то поддержка Я просто осталась одна Я вот так сидела, и вот это вот все переживание У нее все в слезах было Я почти не знала Ну, ты представляешь, так вот закончить И просто шаг, знаешь, тебя просто взяли и так в жизнь выкинули Это знаешь, как птенчик вот этот под дождиком И вообще, что и куда Что вообще делать Вот, и вот Потом я два года просто сидела И не могла понять, что мне делать Но, ты зато выполняла ковидные меры просто И контактировать с людьми И все, поэтому дома сидела Ну, да? Ну, а дачу, ладно, могла съездить Быстренько так, тшшшшш, никто не видел В девятнадцатом году мы же даже ездили на сборы В Токио Ты же тоже летала, да? Тоже тренировалась А, да, сборы были Кстати, я про них вообще забыл Мы с головы были Да, были И там, кстати, очень хорошие сборы были Меня даже там пытались на многоборье вывести Хотели, чтобы я многоборье А вывели из себя только Да Не, я даже, кстати Я даже бревно, ты представляешь, делала Ходила по бревну Вот так вот делала Что-то там пыталась Да, я, кстати, забыла про Токио И по стойке все не очень хорошо пошло Я даже, кстати, помню, что я в Токио Прыжок три винта заходила А, ну так это там в двадцатом, да, уже пошли Эта покупка мира Да, это в двадцатом Это после сбора этого уже Я еще, да, я еще была, видишь, в двадцатой А, в олимпиаде же в двадцать первом было А у меня все в двадцатом А у меня держится Да Ты год просидела дома Ты, получается, после пандемии ты так и не вернулась Дал Даже не стала пробовать Я не знаю, я настолько А может, если и попробовала бы Может, получилось в команду бы попасть Тут получилась такая ситуация, когда я посмотрела Олимпиаду Токио Все вот эту картину увидела Я поплакала Мне прям вообще прям очень было тяжело И я пошла возвращаться Я пошла в зал Меня хватило на полтора месяца Получилось так, что я долго получаю Сколько? Ну, год практически, да, возьму Я не тренировалась, ну так что-то Знаешь, вот это дома Гимнастика для пожилых Ну так ее назовем Вот И Я звоню Марине Геннадьде Вот, опять же, здесь Марине Геннадьде большой плюс Я ей звоню, говорю, Марине Геннадьде, я возвращаюсь Она говорит, о, господи Опять ты? Она мне говорит Она положила трубку Она ничего такого не сказала Кладет трубку Я приезжаю в ЦСКА Я говорю, Марина Геннадьевна, я возвращаюсь Она на меня поворачивается Я не знаю, можно я дура скажу? Да? Она на меня поворачивается Говорит, ты дура, говорит, что ли? Она говорит Иди рожай детей, все Говорит, стоп Я говорю, нет Я хочу вернуться Она говорит, господи, ладно Говорит, завтра тренировка, тогда-тогда Говорит, самбо 70 едем Я говорю, окей Ну, все, я так начала восстанавливаться И через месяц практически Ну, там, пусть три недели будет У меня начинают дико болеть голеностопы И я не могу просто передать эту боль Я не могла встать с кровати У меня настолько болели кости Это ужасно было Ну, в общем, я еще потерпела Получилось, я, по-моему, считала Месяц и полторы недели Я что-то там все пыталась, так скажем Наверное, это не назвать Заниматься в гимнастике Я просто ковырялась Наверное, так Я звоню в Марин Геннаде Я говорю Марин Геннаде так подумала Говорю, я не готова Опять, я говорю, возможно терпеть Как, ну, вдруг спина там, да, заболит Опять болеть голеностопы Кисть Локти ломить Начнем, не знаю, на погоду И там, что будет Я говорю, я, наверное, ну, не готова К этому Она говорит, господи Слава богу, говорит Ты это поняла Говорит, а я думал Сколько ты выдержишь Ну, ты представляешь, что она сделала Она вообще молодец В этом плане Марин Геннаде, спасибо Вот, ну, это вообще Это очень смешно было Но я тут буквально вчера Я думаю, пошли Пошутить надо над тренером А мне реально проснулся сон То, что я возвращаюсь в гимнастику Ты ей позвонила опять? Нет, я ей пишу Может быть, я говорю, там игры какие-то вроде должны быть Что-то похоже на игры Добрый Вольтов По-другому Игры Дружбы А, игры Дружбы сейчас Я говорю, может, на игры Дружбы И она мне пишет Ты дура? Она говорит, я думаю, ты поумнела Я говорю, я шучу Говорит, это так, я говорю Ну, настроение поднять Напомнить, что я здесь Я еще тут Ну, и все И уехал в Китай А что в Китае делала? Отдыхала? Да, так тренировала Как ты пришла к тому, что ты уехала в Китай тренировать? Как это случилось вообще? У меня произошел, опять же, очередной переломный момент Я сказала мужу, что я хочу с ним развестись Я развожусь с мужем Надоел? Нет Ну, ладно Не сошлись характерами, как все любят говорить Характеры разные В общем И я понимаю то, что А получается, Паша Занозен Я их путаю Занозен и Занин У них их пациент путаю Вот В общем, занят мне Паша И говорит Поедешь в Китай? У меня просто было Я говорю, деньги платят Он говорит, да Я говорю, едем Все Вот так это было коротко Почему я так сказала? Потому что я прекрасно понимала Что мне надо из Москвы уезжать Ну, во-первых, вот эта ситуация развод Много всего навалилось Вот после даже спорта Знаешь, как бы Ты вроде занимался своим любимым делом 20 лет отдал этому А потом ты ушел, и ты просто потерялся Знаешь, что? Я раньше думал, что Тебе предложили поехать в Китай Ты развелась и уехала Нет А причина развода? Слушай, я в Китай еду Вообще-то мне не нужен Ну, типа, я на год уезжаю Все, давай, пока Нет Мы еще, когда мне предложили контракт Я с мужем сидела Мы читали контракт Мы это обговаривали Что будем делать Ну, как вообще, да Вот нам на год Да, и как вообще И мы даже обговорим моментом Если что Как бы я там буду брать отпуск К нему приезжать, да Домой Он будет брать отпуск Приезжать ко мне туда Ну, как бы мы даже уже Определились, как это все будет Выглядеть Ну, я просто в какой-то момент Вот я решила сделать так Потому что я посчитала, что Это лучше для него И для меня будет Во-первых, что для меня Это будет намного лучше Ну, и ладно Ну, и ладно Почитали вы контракт Тебе все устроило Да, я все устроила Я поехала, да Вот как раз Все Я собираю здесь вещи Все просто в шоке Говорят Почему ты уезжаешь, зачем Я говорю Понимаете, говорю Вот Я всегда боялась выйти из зоны комфорта Ну, просто мы здесь живем В зоне Это зона нашего комфорта Ну, там скажу Москва, да Потому что здесь у нас все А тут я поняла, что у меня надо Вот просто, чтобы вот Вот так вот все перевернулось Ну, это нужно было мне Потому что, ну Здесь я в Москве Ну, как бы Росла, да Я знаю тут каждый угол Москвы Можно так сказать И мне нужно было вообще Как-то психологически себя Привести в порядок Внутренне вот это Получить Какое-то спокойствие Должно у меня было Потому что я себя чувствовала Что это не я Вот какое-то такое состояние было Я понимала, что это не я Ну, вот Это не та Маша, которая вот была Нужно ехать лечиться Куда мы поедем? Мы поедем в Китай Потому что нам предложили Там еще мы и поработаем Как бы наберемся опыта Ну, потому что А это способствовало? Потому что Набиева тоже поехала Получилось Или вы в разное время Нет, получилось так Позвали Ну, написано Дима, господи Паша позвонил мне Говорит, нужно два тренера Я все думаю, господи, кого Два тренера Я говорю, ну Я не знаю Говорю, мне нет Ну, как бы, никого И он говорит Ну, езжай одна Я говорю, хорошо Говорю, переводчик будет Да И мы что-то сидели-сидели Пока я все вот это вот Валакита была с документами И я вспоминаю про Таню Я говорю, слушай Поехали, говорю, со мной Ну, почему нет? Как бы с Таней мы очень давно знакомы Да, мы вместе в сборном были А у Тани очень хорошие тренеры Грамотные Вера Осиповна И забыла Мужчину как зовут У меня Таня опять вот ругает Я постоянно почему-то забываю Как его зовут Вот И они очень грамотные Потому что ее тренер Не помню в каком году Был старшим тренером У девочек Вот И я даже достала тот момент Когда я с ним тренировалась В сборной Там неделю Мне было очень страшно Очень такой жесткий Прям мужчина Вот И Ну, еще знаю, что Таня Закончила раньше У нее в тренерской работе Я Ну Небольшой опыт, конечно Но вообще У нее хотя бы Ну, есть опыт какой-то Начальный класс какой-то Так скажем Есть в тренерской работе Потому что я что Проработала В развивающей гимнастике Мы вот так вот С детками там делали И дай бог сальто вперед Я там научилась держать Мне нужно было понять Смогу я вообще тренером работать Да Потому что Ты можешь быть классным Топовым спортсменом А тренером, извините Ужасным Да И мне нужно было понять Я как вообще Представляю себя в тренерской работе Мне понравилось И Сразу такое большое предложение Вот И я Ну все Мы собираемся И мы уезжаем Перед выездом Я не знаю Знаешь, что эту историю Нет, что тут Там пол Москвы Это хайвов Провожали тебя? Нет В общем остается По-моему Неделя что ли до отъезда На Мач-ТВ Есть тема Я Только не говори Что это пошло оттуда Я там уже раз была Да? Понравилась? Ну вот такая себе Ну интересненько Постоять там Вот И мне говорят Ты придешь Ну потому что Ты вот уезжаешь в Китай Это А, нет Вру Я выставляю пост В Инстаграме Что я уезжаю В Китай Там по-моему на год Я написала Уже не помню Просыпаюсь утром У меня там Предатель Родины По Мач-ТВ Как раз Есть тема Мне звонят друзья Включаем Мач-ТВ Я включаю Мач-ТВ Там вообще Просто какой-то ужас Я даже не знаю Что я сделал Такого Я даже не могу сравнить Что вы Такого Я поехала работать Так предоставьте мне Здесь такую работу И такой заработок Который предоставляют Мне там Такой же контракт Дайте мне Я не буду уезжать Я прекрасно люблю Свою страну Буду здесь работать Ну а как Вы хотите Чтобы Мы работали Но платить 20 тысяч рублей Сколько сейчас тренер 30 получает в школах Ну примерно так Класс Я не буду работать За 30 тысяч Ну пятерку Накинуть Тебе за результат 35 Нормально? Ну подумаю Сколько продлился Контракт твой? Ну у нас Получилось Месяца 8 Да Там получилось 8 месяцев И как раз Мы не понимали Будут с нами Продлевать контракт Дальше Потому что Мы Ну Ну тренерскому составу Очень понравилось Как мы работаем Да и нам даже понравились Девочки Потому что По факту Они все умеют делать Просто Некоторые моменты Как мы называем Это школа У нас Да Когда мы только Приходим в гимнастику Она у них Очень сильно хромает Ну прям очень Они очень постоянно Ну видишь Это китайцы У них вот Все вот должно Четко Вот даже Я сегодня Новости смотрела Там Что-то С Китаем Какая-то работа Должна быть встреча Они Стулья Смотрят Ровно Они или нет По красной Такой ниточке У них Очень все четко Должно быть Прям вот Нету такого Знаешь Как иногда У нас Там мы Запланировали Ладно Я за что Завтра Сделала Нету Или вообще Не сделала Ну да А там Как бы Вот все Четко Все вот Прям вот Так и Должна быть Во-первых Там Понимаешь Сами девочки Если У нас Некоторые дети Вот там В возрасте Наверное Ну Ну Пусть 13 лет Уже максимум Особенно У частного поколения Там вообще Какой-то ужас Они максимально Неуважительно Относятся К тренеру Максимально Неуважительно Ну ладно Мы там Могли Да Мы слушаем Тренера И если Мы там В каких-то Своих мыслях Мы могли Тренера Не услышать Она Там Почему Ты поворачиваешься Ко мне Пятой точкой Ты раз Поворачиваешься К тренеру Там Извините Я там Задумалась Ну Сам Знаешь Бывают Такие Моменты Вот А сейчас Это поколение Оно Просто У нас тоже Ребята Некоторые Так же делают Ну Просто Они идут Им Тренер Объясняют Да Он что-то там Кивает Типа На три буквы Иди Тренер Ну Вы что Ребят Вот А там Что касаемо Девочек Мне очень Мне очень Они всегда Мне кажется Они вот так Ручки так Назад Они вот так Ручки назад Ставят Вот так Поклонились И пошли Да Это Ну Мне очень В этом плане Понравилось У них У них Правда Уважение У них Даже Понимаешь Вот Что Нас Тренерский Состав Звал На ужин Ну Как приветствую Такое Звали И они Даже Когда Там Не важно Что они Пьют Алкоголь Это Не Алкоголь Они Стакан Если Перед Тобой Человек Старше Тебя Не важно Пусть На год Вообще Старше Тем более Если Он там Вообще Где-то На 15 Я Старше Они Берут Стакан И вот Так Рукой Поддерживают И вот Так Вот Делают Слушай Для меня Это Очень Интересно Мне Это Очень Понравилось Мне кажется Если бы У нас Такое Было Какие-то Моменты Воспитании Что Мы С самого Начала Говорили Детям Ну Все Говорят Но Видимо Мы Как-то Может Не так Доносим Я Не знаю У всех По-разному Кто Как Воспитает Я думаю Так И Будет Вести Себя У нас Большинство Детей Ну Как Сейчас Новое Поколение Я Так Смотрю Новое Поколение Так Бабушка Ставит Семьдесятилетняя Так Новое Поколение Сказывает Про Новое Поколение Не знаю Пусть Новое Будет Но Как По-другому Ладно Потихоньку Мы Все Это Начали Менять И Все Так Начальник Него Он Хотел Очень Сумасшедшего Результат Но Мы Изначально Скали Что Это Невозможно У нас Нету Палочки Гарри Поттера Чтобы Знаешь Чтобы Раз За 8 месяцев Плюс Ковид Еще Что-то Можно Поменять Мы Чуть Чуть Поменяли Но Глобально Они Не Приедут И Не Выигрывают Сразу Это Невозможно И Потихоньку Все Начиналось Но У Меня Я Очень Понравилась Тренеру Девушка Имена Вообще Не Помню Потому Что Очень Тяжелый Не Выговоришь Она Работает В Провинции Анхуэй А Провинции У них Школы Как у Нас Школа ЦСКА Динамо Только У них При Этой Школе Идет Гостиница Да Они Их Все Туда Мама Папа Отправляют И они Там Живут Потом Уходят В сборную Вот Меня Позвали В провинцию Анхуэй Тренеру Очень понравилось Как я работаю Она Увидела Результат Девочек Они Все Умеют Они Классные Но Ну вот говорю Хромает Именно Чуть Школа И мы Подправили Это Все С Таней Поработали У Тани Вообще Девчонки Хоро У Таньки Вообще Все Супер Все Четко У нее Девчонка Опять же Да Там Хорошая Девочка Вот Она Осталась Или Она Тоже Вернулась Таня Тоже В Питере Ей Да Предлагали В провинцию Но Не знаю Я не хочу За Таню Говорить Я просто Спросил Вернулась Она Или нет Но тебе Предложили Остаться Там В Анхуэй Поехать В Анхуэй Поехать Это Уже Провинция Со сборной Вот И вот Завод Провинци Но я Еще Думаю Потому Что Опять Все Таки Хочется Здесь Здесь Хочется Но Здесь Надо Что То Такое В общем Сделать Что Ты Здесь Дома Надо Сделать Сначала Что Дома Сделать А потом Ехать Уже Туда Может Быть Но Нет Я Думала Съездить На Три Месяца Потому Что Они Мне Они Вообще Очень Интересно Они Меня Спросили Говорят У тебя Есть Муж В Москве Нет Я В разводе Значит Мы Тебе Найдем В Китае Нет Смотри Мы Тебе Даем Контракт Первый На Полгода Потом Если Нам Все Нравится Как Ты Работаешь Мы Делаем Контракт С тобой На Год А Там Мы Тебе О Как Раз Найдем Муж Китайца И Ты Останешься И Будешь Работать С нами Я Слушайте Очень Интересно Занимательно Но Мне Больше Наша Славянская Аймином У нас Прошлый Выпуск Был И Так Как Тут Женская Только Аудитория Ну Большинство Те Кто Смотрит Аймину Тоже Один Пока Я Предложил Написать В комментариях Ну Может Кто Там Хочет С ним Кофе Попить Или Еще Что Просто С тобой Не Получится Так Извини Немного Так И У У Нас Есть Небольшая Рубрика Называется Она Мы говорим По-китайски Можно Пропушить Рубрику Ладно Тогда Блиц Если Один Снаряд То Какой Прыжок Самый Яркий Момент Спортивной Гимнастики Две Олимпиады И Чемпионат Мира Один А я Ну у меня Можно Три Напишите Пускай Три Будет Кумир В гимнастике Светлана Хоркина Серебро Многоборье Или Золото В отдельном Виде Серебро Многоборье Или Золото В отдельном Виде Золото В отдельном Виде Конечно Это Больше Тебе Подходит Потому что Ты же Не специалист По многоборью Да А если бы ты Заранее знала Как у тебя карьера Сложится Ты бы Хотела И заново Пройти Если бы Знала Я думаю Нет Так было бы Неинтересно Второй раз Уже Неинтересно Если я знаю Что будет Да Так неинтересно Лучше Наоборот Ити Вот так Через Какие-то Проблемы Тяжелые Такие Моменты Жизни Это Очень Классно Гимнастика Это Мама 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 Прикольно Не знаю Почему Мама Не Ну Вообще Гимнастика Это Мама Всех Видов Спорта Трудолюбие Или Талант Трудолюбие Но У меня Талант Все Заканчиваем Все Стоп Мотор Спасибо большое Маша Было Приятно С тобой Пообщаться Взаимно Узнали Много Нового Даже Я узнал Все Посмеялись Самое Главное Все Хорошие Настроение Это Хорошо Пока Продолжение следует...